Это очень важная тема. Будем беседовать о самосовершенствовании. У меня тут... Сейчас по времени покричат. Итак, Беда объясняет, что есть пять уровней личности, то есть пять структур психических, которые требуют работы над собой. Первый уровень — это телесный уровень. Телесный уровень очень важен, потому что душа... Надеюсь, все знают, что такое душа или нет. Поднимите руку, кто не знает. Не так много. Я тоже не знаю, только поэтому как бы удивился, что все знают. Не, ну я догадываюсь, я догадываюсь. Сейчас во время молитвы я начал чувствовать вот здесь вот, что я нахожусь здесь, я начал чувствовать, и что я вечный уже начал чувствовать потихоньку. Но это ощущение, оно очень ценно, потому что я интенсивно молюсь уже 18 лет, и, может быть, года два вот реально начал это чувствовать. Ну, то есть не так просто. Поэтому душа — это... Мы можем знакомы быть с этой идеей, что мы вечные, но ощущение Вечности внутреннее — это очень ценное приобретение, к нему надо реально стремиться. И так, телесный уровень означает самосовершенство, он означает сделать так, так работать над своим телом, чтобы оно не мешало нам быть душой. Понимаете? Под душой означает любовь, означает отсутствие страха за свою судьбу, ощущение, глубокое ощущение ценности своей жизни, глубокое ощущение Вечности своей, глубокое ощущение понимания связи себя с Выше Истиной, с Вышим чем-то, с Высоким. Это дает счастье. Настоящее счастье идет именно от глубокого понимания своей духовной сущности, внутренней сущности. И тело не должно этому мешать. Допустим, красивое тело мешает духовно быть развитым или нет? Поднимите руку, кто считает, что мешает? А кто считает, что не мешает? Хорошо. А очень красивое тело мешает? Кто считает, что очень красивое тело мешает духовно развиваться? Хорошо. А когда тело прям вообще очень красивое? Это мешает или нет? А? Может мешать? Может мешать? А что, уже мустое тело не бывает красивым? А для кого мешает? Соседу мешает, да? Готовно развиваться. Видите, вы запутались, да, немножко? Потому что вы не понимаете, что такое сознание. Многие не понимают. Сознание – это сила, которая пронизывает все эти пять структур. То есть есть телесный уровень, есть энергетический уровень, то есть уровень энергии психической нашей. Есть психоэмоциональный уровень или умственный уровень. Есть уровень разума или уровень способности работы над собой. Есть духовный уровень – пять уровней. И все эти уровни сознание пронизывает сознание. То есть все эти уровни пронизывает сознание. Сознание – это сила, которая дает нам возможность жить. Это энергия жизни. Допустим, мое сознание идет в тело очень сильно. Или по мужскому типу точно. По мужскому типу сознание идет в тело. Или по женскому типу. Вот такой вариант. Но так или иначе, как бы сознание не шло в тело, – это значит, что оно не идет в душу. У меня к вам вопрос. Если тело очень красивое, значит ли это, что душа сияет? Нет. Это значит, что сияет тело. То есть сознание пошло в тело, тело стало красивым, оно сияет, душа спит. Видите, вы запутались немножко. Теперь второй вариант. Когда душа сияет, тело сияет? Да. Однозначно. Но как оно сияет? По-другому? Оно сияет так, что не вызывает половых желаний. Ну, допустим, мужское тело, оно так может сиять, что у женщин возникает ощущение расслабления. Таким человеком чувствует себя комфортно, расслабленно. То есть сильный человек, хорошо, расслабление наступает. Это духовное состояние или нет? Нет. Нет. Приятное состояние? Да. Приятное, но не духовное. То есть, смотрите, не всё приятное является духовным. И не всё, что предлагают вам как самосовершенствование сейчас, является самосовершенствованием. Допустим, вы приходите на курсы, в котором вам рассказывают, как 24 часа в сутки заботиться о красоте своего тела. Это самосовершенствование или нет? Вы задумались. Хорошо. Я вам сейчас расскажу последствия. Вот женщина очень сильно сосредоточена на красоте тела, и она как бы 24 часа в сутки занимается телом своим. В результате у нас есть две энергии, которые наполняют все уровни сознания. Все пять. То есть, уровень телесный, уровень психоэнергетический, прана, психическая энергия, энергетический уровень. Уровень умственный или психоэмоциональный. Уровень разума или работы над собой. И уровень души. Уровень души не может, не подчиняется ложному эго. Но эти четыре уровня, по крайней мере, без уровня души, наполняют две энергии. Одна – энергия сознания, другая – энергия эгоизма. Энергия эгоизма – это не совсем энергия сознания. Есть такое понятие «ложное эго». Оно не принадлежит душе. Ложное эго принадлежит карме. Вот энергия ложного эго принадлежит карме. Что такое карма? Это наши прошлые желания и поступки. Они нас держат в заперти и создают судьбу. То есть это фактически наказание. Наши прошлые желания и поступки, как наказание, действуют в нашей психике. Не понятно? Я могу вам это очень легко объяснить. У каждого своё наказание. Я вот смотрю на вас сейчас, на всех. У каждого своё наказание. Я как врач могу это видеть. Я могу видеть у кого какие болезни проявлены в психике, в теле. Понимаете? Это всё наказание. И люди страдают из-за этих болезней. Но когда у человека усиливается эгоизм, наказание тоже усиливается. Увеличивается болезнь психики в теле в результате увеличения влияния эгоизма. Эгоизм означает обращать внимание на себя. Смотрите, интересно, у нас тема самосовершенствования. И веды утверждают, что самосовершенствование означает способность своё внимание от себя убрать. Смотрите, сюда. Сюда. Я здесь. Своё внимание от себя убрать. Вы убрали от меня внимание, да? Итак, смотрите, всё очень просто. Чем больше психика настроена на тело, тем меньше у человека счастья. Правильно. Да будет свет. Понимаете? Интересная закономерность такая. Чем больше человек думает о своём теле и заботится о нём, как бы ухаживает за ним, за нём вот так вот думает о нём с удовольствием, с удовольствием. Тем больше сознание вместе с ложным эго, с эгоизмом пропитывает тело. Пропитывание тела означает беспокойство за тело. Человек начинает всё больше беспокоиться за тело, означает, что оно больше начинает разваливаться. То есть, чем больше женщина очень серьёзно относится к своему лицу, тем больше в лицо входит энергии, которые разрушают лицо. Когда женщина не беспокоится о лице, а думает о духовном развитии своём, то лицо у женщины само становится красивым. Само. Когда женщина погружается в думание, у неё начинают прыщики вылазить из лица всякие. Ну, потому что накапливается там энергия отрицательная. И это бесконечно, понимаете? Бесконечная тема. Чем больше женщина концентрируется на нём, тем больше оно приносит страдания. Чем больше мужчина концентрируется на мышцах, на то, чтобы их качать, тем больше у него проблем в жизни. У него зажатость психическая появляется и так далее. Понимаете? Потому что просто качать мышцы – это безумие. Если ты хочешь стать сильным человеком, что-то делай. Ну, пойди в какой-то кружок, занимайся борьбой и так далее. Ну, что-то делай для этого. Это означает развитие. Но когда человек просто думает о своих мышцах и вот он качает мышцы, понимаете? У него все эти мышцы наполняются чем? Эгоизмом. Он же о себе думает в это время, а не о чём-то другом. Он же не думает о том, как с помощью этих мышц помочь кому-то. Некоторые думают, я сначала накачаюсь, потом буду помогать. Ничего подобного. Во что вкладывает человек сознание, таким он и становится. Если он вкладывает сознание в себя, значит, он будет думать только о себе. Он не сможет никому помогать. Чтобы помогать, надо уже… Здесь со звуком какая-то проблема. Он как-то это… Раз, раз. Вот сейчас получше, да? Да. Мне кажется, высоких, что ли, много что-то такое идёт. Да, да? Высоких много, да? Раз, два, три. Сейчас нормально? Сейчас нормально? Сейчас нормально? А то был какой-то эффект… Такое… Втражение звука, что ли, какой-то… Как на дискотеке. Раз, раз. Вот так, да? Нормально сейчас? Получше? Вот так получше, да? Хорошо. Итак, смотрите, интересно, что… Интересный уровень самосовершенствования не означает, что к телу надо повысить своё внимание. Не означает, что надо своё внимание больше уделять телу. А означает, что тело надо занять правильным образом в служении самосовершенствованию. Тело надо занять в служении самосовершенствованию. И тогда тело будет работать правильно. Оно будет вне кармы. Что такое карма? Это энергия, приносящая страдания. Чем больше человек думает о теле, тем больше страданий тело причиняет. Ну, допустим, заболела печень, мы начинаем думать о ней, надо лечить печень. Чем больше мы думаем о ней, тем больше она болит. Почему? Потому что наши мысли, они нарушают там движение жизненной энергии. Мы как вот зацикливаемся с негативом. То же самое беспокойство о теле. Или наоборот. У меня такие мышцы там, или наоборот, наслаждение телом. Тоже энергия эгоизма же входит туда в тело. А тело, что с телом происходит? Что с телом-то происходит? Оно развивается или нет? Стареет. Оно стареет. Чтобы его развивать, надо силы прилагать к этому. Оно какое-то время само развивается под влиянием энергии души. Лет до 20. А потом начинает стареть. Уже надо прилагать силы для того, чтобы его развивать. Понимаете? И человек впадает в беспокойство. Он вроде мышцы накачал, а они опять спадают. И он беспокоится об этих мышцах постоянно. Как сумасшедшие начинают ими заниматься. Это означает, что он тратит время не на то. Потому что есть же другие уровни. Чем более поверхностное отношение к себе человек применяет, тем меньше счастья. Потому что настоящее счастье находится только в духовных отношениях. Когда человек к себе как к душе относится и к другим как к душе. Но чем больше мы занимаемся телом, тем больше нас воспринимают как тело. И это означает, тем меньше духовных отношений. Понимаете? Допустим, если я воспринимаю жену как тело, то что мне хочется по отношению к ней? Секса. А если я воспринимаю ее как душу, что мне хочется тогда по отношению к ней? Глубоких отношений каких-то. Верность, искренность, служение, забота и так далее. И вот представьте, женщина, она к себе очень сильно относится как к телу. Она вот телесную свою как бы идею развивает. И мужчина, когда видит жену, у него появляется только одно желание по отношению к ней. К сексу. И она думает, почему муж ко мне относится как к инструменту для утворения своих желаний? Почему? Потому что ты сама к себе относишься как к инструменту для утворения своих желаний. Ты постоянно думаешь о своей красоте, ходишь как бы, рисуешься перед ним. У него тоже возникает такая же идея в голове. А какая у него будет возникать идея? Точно такая же. Понимаете, о чем я говорю? То есть отношения становятся поверхностными. Неинтересно жить становится. Нет глубины. Кто из вас за последний месяц, хотя бы один раз, вот без эмоций, без эмоций, спокойно, спокойно и с любовью, с нежностью, в течение десяти минут поговорил с мужем или с женой об отношениях, об отношениях друг с другом. Последний, в течение последних месяцев, хотя бы один раз, поднимите руку. Посмотрите в зал. Но если нет жены, то вы мне это не печальтесь. Ступайте себе с Богом. Будет жена со временем. Вот. Смотрите, подняло руку всего десять человек. Здесь присутствовали, насколько я понимаю, человек семьсот или восемьсот. Десять человек подняло. Понимаете? Это означает, нет любви. Нет любви. Потому что любовь означает глубокие отношения. Нет любви. Почему нет любви? Потому что мы неправильно относимся к себе и друг другу. И поэтому наш семинар называется «Самосовершенствование». То есть самосовершенствование означает, вот как этот тип Шварценеггера. такой… Брёвнышка несённая… Вот. Это не самосовершенствование. Это неправильно, вот это то, что телевидение вам показывает, это неправильное представление о самосовершенствовании. Мужчина, естественным образом, может, допустим, заниматься физически чем-то, но это не означает самосовершенствование. Самосовершенствование означает, какой результат получит это занятие. Если он, ну, в результате станет богатырём… Ну, богатырь означает «бога тырит», то есть «бога несёт». «Тырить» означает «нести», из древнерусского переводится. Мы как бы, ну, конечно, не только на Украине «тырят», понимаете? В России тоже. Знаете, мы «нести», а потом куда-то завернул, нёс, нёс Бога, потом куда-то завернул, стырил, понимаете? То есть, ну, древнерусское слово «тырить» означает «нести», «отдавать», «отдавать», понимаете? Богатырь – это тот, кто отдаёт всем Бога, а не тот, кто всех, там, это… «Я тебе говорил, что я тебя отпущу». Помните, Шварценеггет за ногу держит над скалой? «Ты говорил, что я тебя отпущу?» Он говорит, «Говорю, я тебя отпускаю». Тот летит вниз. Это не богатырь. Итак, тема сегодняшнего, тема нашего семинара – это самосовершенствование. И первое, как ни странно, в самосовершенствовании является тема режима дня. Почему? Потому что тело и тонкое и грубое тело должны находиться в гармонии с этим миром. Гармония с этим миром означает ритм, вселенский ритм. И этот ритм создаётся в Солнечной системе Солнцем и также Луной. Веды говорят, что Солнце является кала-чакра. Кала означает время, чакра означает колесо. То есть Солнце – это колесо времени. Солнце создаёт ритм нашей жизни, ритмы нашей жизни. Оно создаёт. Оно восходит рано утром. Вот смотрите, вот есть Земля, да, есть Солнце. И если вот так вот движение взять, вот тут по кругу, неважно, оно вот так идёт, или вот так, или вообще по горизонту. Но всё равно есть какие-то колебания по отношению к Земле. Солнце или выше Земли находится, или ниже. Так? Согласны? Вот самая верхняя точка Солнца над Землей – это 12 часов дня. Не 12 часов дня по нашему времени, а 12 часов дня по Солнцу. Это можно увидеть в календарях погоды там и всё прочее. 12 часов дня по Солнцу. Нижняя часть Солнца – это 12 часов ночи по Солнцу. А вот эти вот, вот эти вот, вот здесь – это получается 6 часов утра и 6 часов вечера. Так? Получается 24 часа, так? Вот в 6 часов утра, вот здесь вот, расцвело или не расцвело, не имеет значения. У нас в организме энергетика так – пык – и меняется. Я бы не придумывал это, не сочиняю. Потому что, вот, сейчас я вам покажу. Видите? Вот, видите? Это не унчаки. Это, ну, лечение, которое я провожу уже в течение 15 лет. Ну, разные варианты были с камнями, сейчас с ветками, и с камнями тоже. В чем заключается? Что вот, я, видите, сейчас у меня стоит это всё, вот здесь, на правой руке, на левой руке. Потому что уже после 6. А до 6 у меня должно стоять на левой руке, а там должно стоять на левой ноге. Ну, то есть, меняется, понимаете, ношение. В организме всё. В организме всё. Каждые 6 часов, то есть, 6 часов утра, 12 часов дня, 6 часов вечера, меняется энергетика. И надо вот эту схему менять. Не поменял в течение 15 минут так, пошло нарушение в голове. Энергетика начинает плохо работать. У меня здесь люди, которые тоже это вот делают, носят, а не знают, что это так работает. Так или нет? Кто-то, кто-то вечер, что у меня работает. Не поменял сразу, плохо становится. Итак, смотрите. Таким образом, 6 часов утра – это необычное время. В ведической культуре это время называлось санхи. Санхи означает соединение. В это время все немедленно отстранялись от того, что происходит, и погружались в молитву. Потому что в это время происходит нечто важное в психике человека. Вообще, согласно лидическим знаниям, человек не должен валяться в постели после 6 утра. Потому что именно в это время солнце, смотрите, когда оно идет вверх. В 6 часов утра начинается его влияние на нашу судьбу. Солнечная энергия, она входит в сердце человека. Вот после 6 утра она начинает подниматься, и она возрождает огонь жизни у нас внутри. Карма начинает выходить наружу, связанная с деятельностью. То есть появляется желание действовать вот здесь вот. И если это желание нереализовано, и мы продолжаем как бы лежать, то в это время что происходит? Вот это желание действовать, оно идет и начинает воздействовать на организм как разрушительная сила. Первое ощущение организма начинает наливаться энергии эгоизма. То есть появляется сильное желание лениться. То есть человек не встал. Чем он, допустим, когда раньше вставать? И когда легче вставать? В 5 часов утра или в 6? В 5. Кто вставал знает. В 5 встал легко, в 6 уже тяжело. В 7 вообще тяжело вставать. В 8 еще тяжелее вставать. Уже устаешь такой, как зомби такой. Надо что-то делать, чтобы выйти из этого состояния. Почему? Потому что тело, вот когда человек лежит горизонтально, солнце встает, то вот здесь вот в организме появляется определенная энергия, она движется к голове, соединяется с энергией эгоизма, наполняет голову энергией эгоизма, и потом начинает движется по всему телу и доходит до половых органов, получается перевозбуждение половых органов и так далее. То есть эта энергия начинает гулять по телу. Эта энергия называется Доша Пита. Знаете, что такое Доша Пита? Эта энергия, разрушающая жизнь человека, ядовитая энергия. Она все воспалительные процессы в организме создает. Вот человек после 6 утра просыпается, у него в асгаризме начинают повышаться воспалительные процессы. И они копятся, 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 и в результате у человека появляется очень сильная склонность к воспалительным заболеваниям. У него просто вот чуть-чуть ветерок дунул, и он заболел. Пальцем будем показывать? Да. Кто сказал «да»? Я сказал «ну ладно, вам нечего говорить вы». А вот девушки можно сказать. Вы во сколько встаете? Да. Нет, вот вы… Да? Да. Очень по-разному. Иногда в 5-6 иногда, допустим, но не по 9. Так дети поднимутся, так и встанутся. Сегодня вы встали в 7 где-то, да? Вес по 5-7. Вам хватило? Да. У вас Доша Пита накопилась в голове, и повысилась сильная эмоциональность в результате этого. То есть, у вас появилась обидчивость, которая реализовалась буквально 2,5 часа назад. То есть, у вас произошла стычка какая-то психическая. Нет? Ну, либо волновались сильно. Стычка с утра, правильно? А, уже с утра, то есть. Отработали, да? Зачем ждать целый день? Знаете, люди, когда в воскресенье отдыхают, они, знаете, вместо отдыха у них получается все наоборот. Они ругаются почему-то в воскресенье. Потому что они сначала переспали, и потом начинают варежку друг на друга раззевать. Потому что энергия обиды, гнева, чувствительности, она сильно возрастает в теле в результате того, что человек поздно просто встает. Таким образом, ритм, вселенский ритм, означает, что вставать надо до 6 утра, и ложиться надо с 9 до 10. Раньше чего? Ложиться, а вставать во сколько? Вставать в 5 утра. Это много получается. Вообще, женщинам надо спать где-то 8 часов. Мужчинам поменьше. Но где-то женщинам в среднем спать надо на час больше, для улучшения женских гормональных функций в теле. А мужчинам на час поменьше. Но в целом надо понять, что если вы спите больше 9 часов в сутки, то от этого атрофируется разум. Человек становится слабым по отношению к своей судьбе. Чем больше человек спит, тем тяжелее ему жить. Такая сутомоменность. И человек нормальный не должен спать меньше 6 часов. Если он спит меньше 6 часов, то у него теряются жизненные силы. Он тает постепенно, у него не хватает силы жить. Потом слабость начинает появляться. Переваривание там страдает и так далее. Понимаете, если человек работает умственно, интеллектуально, то ему надо спать чуть-чуть побольше. А если он работает физически, спать надо чуть-чуть поменьше. Потому что сон означает отдых разума. Разума больше тратится при интеллектуальном труде. Но в целом надо четко понять, что то, что я вам сейчас говорю, здесь нет вариантов, понимаете? Это военный режим. Там военный режим. Я знаю много людей, которые плачут горючими слезами из-за того, что они этого не понимают. Человек встает годик после семьи, и у него развивается хронический процесс воспалительный в организме, который ничем не лечится. Вылечить невозможно, хоть что делаете, бесполезно. Каждое утро, потому что вы копите энергию, вот эту ядовитую энергию огня, которая в организме копится каждый день просто и все. Никакого самосовершенства не будет. Будете совершенствовать свою способность склотать таблетки. Она будет развиваться у вас, прости, с каждым годом. Будет лучше сразу. Знаете, часть болезни – это болезни судьбы. Их надо лечить, это очень сложно. Это где-то 40% болезни – это болезни судьбы. То есть они даются по судьбе, не копятся постепенно, и даже если ты все соблюдаешь, все равно будут копиться, их надо просто лечить. Означает очистительные процедуры, проходить йогой, заниматься. Ну, какие-то ретриты устраивать. То есть или йога ретрит делать, очистительные там какие-то. Вот здесь как раз это все делается, к этому идет. Что люди будут ездить, допустим, раз в год куда-то, да? И они будут проходить очистительные какие-то процедуры. То есть молитва, йога, очистительные крии какие-то такие, то есть там реводные, там слабительные и так далее. Это то, что нужно каждому человеку в жизни раз в год. Для того, чтобы освободиться от энергии кармы, которая копится в теле, имеется в виду. У нас тоже, мы сейчас разработали методику, мы очищаем от этой энергии человека с помощью коры деревьев. То есть мы так подбираем кору, что она вот, ну, может мозги прочистить, допустим, психические болезни лечить, физические, различные опухоли там и так далее. Все, что угодно. То есть она, ну, лечит, лечит. Вот многие вещи, которые у нас в жизни происходят, происходят от этой энергии. Вот, допустим, женщина на втором ряду вот сидит, вот. Вы, вы, да, вы, вы, вот, да, вы. У вас на определенном слое психической энергии уже в течение 20 лет копится энергия, которая дает вам очень трудное сдерживание эмоций, эмоциональную тяжесть внутреннюю. И вы страдаете от этого, думаете, что за это такое ерунда. А на самом деле это связано как раз с тем, что в голове копится вот эта энергия, которую надо просто очистить от нее, очиститься надо, и все. И вам станет легче психически. Понимаете? Вы согласны со мной или нет? Ну а с чем вы не согласны? Я не говорю про сдерживание эмоций, я говорю про трудности вашей жизни. Я говорю о том, что есть энергия, которая не только эмоционально вас делает страдания, также повышает давление на тела и все прочее. Внутричерепное у вас голова не болит, вот тяжести здесь нет? А? Пониженное в теле. У вас пониженное в теле, а повышенное в голове. Вы исследуйте, глазное дно себе вот так проверите. У вас сейчас даже повышенное внутричерепное давление. Часто человек даже может не знать об этом, но это есть. То есть и это просто нужно лечить. Периодически очищение организма проводит. Вот. Другой момент, это где-то 60% нарушений идет о неправильной жизни. Это режим дня прежде всего. Режим дня прежде всего. Люди несерьезно относятся к этой теме чаще всего. Да какая разница, скажу, как хочу. Вот. В этом проблемы заключаются. Или женщина, в ней по-другому это, как бы она говорит. Я женщина, я могу полежать, могу себе позволить. Я женщина. Вот. Позволяет себе. Потом мучается эмоциями, плаксивостью, нарушением цикла там и так далее. Если у вас бесплодие и вы лежите, встаете после шести, никаких шансов зачать нет. Можете расслабиться и не думать, что у вас когда-нибудь получится зачать ребенка. Потому что там накапливается энергия огня. Вы говорите, а я встаю поздно и все равно зачала. Значит у вас в другом месте накапливается. Понимаете, не обязательно там будет накапливаться. Но у кого где-то накапливается, там будет накапливаться. Вот в чем заключается проблема-то. Итак, Луна. Что делает Луна? Луна дает энергию отношений. Она дает энергию спокойствия. Человек, у него возможность вылечиться от болезни. Эта энергия называется отжиз. Вот знаете, один человек очень спокойный по жизни, а другой очень беспокойный. Вот тот, кто спокойный, у него энергии отжиза много. Это значит, что он соблюдает режим дня. Этот человек очень напряженный, очень напряженный такой. Это значит, что он поздно ложиться спать. А если человек такой, как бы, трудный на подъём. Т.е. ему как бы трудно заставить себя что-то делать. Это значит, что он поздно встаёт. А если человек беспокойный и трудный на подъём, значит поздно ложится спать, поздно встаёт. Понимаете? Не хватает энергии Луны в организме. Означает, нет глубины в отношении, глубины в отдыхе, глубины в отношении к себе. Нет здоровья, потому что здоровье, глубина здоровья зависит от того, насколько глубокий контакт с луной происходит. А контакт с луной производит, когда человек спит. А спать надо в то время, когда луна сильно действует на человека. Это с 9 вечера до 4 утра. Понимаете идеи? Некоторым людям не хватает луны, а некоторым не хватает солнца. Почему не хватает солнца? Потому что главное солнце получает человек с 6 утра до 12 дня. Если он в это время валяется, солнца не будет. Оно не будет нормально на него действовать. Вот в чем проблема заключается. Нужны факты? Хорошо, факты. Если человек лежит, не встает. У него повышается эмоциональность, у него повышаются воспалительные процессы, у него нарушается иммунитет, у него появляется склонность к ангинам, к различным заболеваниям простудным. У него увеличивается склонность к неправильному питанию. То есть у него портится аппетит в первую половину дня и появляется склонность кушать во вторую половину дня. Дальше. У него появляется слабоволие, у него снижается психическая устойчивость к стрессам, у него снижается возможность нормально зачинать детей, мужчину, женщину, потому что скапливается много огня в организме. Мужчины теряют семя, от этого просто спонтанно теряют семя, женщина, сгорает яйцеклетка, сжигается, когда человек лежит просто утром. Вечером, когда человек не ложится вовремя спать, у него возникает перенапряжение в организме, у него портится память, портится концентрация внимания. Все становится как во сне, то есть он как в тумане живет, потому что нет ясности восприятия мира. У него краски жизни начинают гаснуть. Дальше. У него способность отдыхать сильно тает, у него сама способность расслабиться теряется, в результате появляется курение. От того, что человек поздно ложится спать, он потом начинает курить и пить кофе. А дальше что пить? Понятно, что... Потому что другого выхода нет. Результат позднего укладывания ко сну. Почему человек поздно укладывается ко сну, потому что он не может расслабиться, ему хочется еще что-то сделать. Почему он не может расслабиться, потому что он сильно привязан к тому, чтобы что-то иметь в жизни, к плодам своего труда. Таким образом, неправильный настрой в жизни делает так, что человек не может соблюдать режим дня. Допустим, человек думает, я ничего не успел, то, что мне надо. Иначе будешь дальше. Ты не хочешь просто жить так, как положено. То есть потрудился с радостью, все, пора переключаться на другой вид деятельности, заставлять себя. Некоторые люди не хотят себя заставлять, не хотят жить как хочется. Означает неразумная жизнь. Разумная жизнь означает заставлять. А? Организм и есть свои потребности. Сейчас объясню о потребностях. Вы и совы и жаворонки, да? Да? Хорошо. Объясняем про совы и жаворонки. Смотрите. Мы на самом деле все орлы. Не с собой жанр, мы все орлы. Сейчас объясню почему. Потому что... Потому что... Мы идем на поводу своих желаний. В этом заключается ловушка жизни. На самом деле есть селедский ритм. Если человек не следует ему, он будет болеть. Все. Есть две категории людей. Одни из них родились с 12 ночи до 12 дня. Это те люди, которые соблюдали в прошлой жизни режим дня. И они награждены энергией времени. Те люди, которые родились с 12 дня до 12 ночи. Они наказаны энергией времени. И эти люди, которые родились с 12 дня до 12 ночи. Им тяжелее ложиться спать вовремя. И они называют себя солами. А те, которые могут легко ложиться спать вовремя и вставать рано, называют себя жаворонками. Но на самом деле все люди должны ложиться спать вовремя и вставать рано. Какой бы ценой это не стоит. Я могу вам очень легко это доказать. Я где-то лет 15 назад в Москве на радио проводил передачу двухчасовую. Во время которой я отвечал на вопросы людей просто и все. И тема была режим дня. Два часа. Я говорил людям, они мне говорили, поскольку они встают, ложат спать, когда кушают, я им говорил, все им болезни и проблемы. Они говорят, да. Потом следующий. Итак, два часа. Эту передачу несколько раз еще показывали. Ну, повторяли. То есть реально, призывая эффект, могу вам продемонстрировать передачу. Здесь. Итак, кто из вас целый? Поднимайте руки. Так, девушка, во сколько вы ложитесь спать? А? Во сколько встаете? Ну, давайте, смелее. Я знаю, во сколько вы встаете. Можете даже это, ну, как бы, я вам могу сказать сам, если хотите. Сегодня вы встали полдевятого. Чуть раньше. Во сколько? В пятнадцать полдевятого. А? Сегодня, полседьмого. Туалет-то и встали после этого. Пошел мне. Я тогда вообще в три утра встаю. Два, так, час. Вообще, то есть. Встаю очень давно. Ну, вы не расстраивайтесь. Спасибо вам, что вы нам помогаете. Юмор создавать атмосферу. Юмор. У вас есть сосудистая дистония. Знаете, да? Еще не все. Очень обидчивость повышена. Тяжело не обижаться. Очень повышенно обидчивость. Вы чувствуете, что вам жизнь не удалась в каких-то аспектах. Ну, как будто что-то уходит из-под вас. Ну, как будто... Вот хочется, чтобы она по-другому шла. Не хватает чего-то, да, в жизни? Да? Да? Точно? Кто сказал? Во сколько встаете? А? Из-за вас 4,20. Из-за меня, да? Хорошо. Теперь я вам кое-что расскажу. Смотрите. Где-то года три назад, года три назад, у вас было очень сильно тяжелое психическое состояние. То есть вы эмоционально были просто как на котле, на таком горячем. Очень вспыльчивость, гневливость повышенная, трудности в отношениях, там с работой трудности. Сейчас лучше стало? Я уверен, что всех тоже так же стало. И стало лучше, да? Если я стал, например, на 70-х национальных людей, и спокойствие, то же самое. Было? Да. И стало лучше, да? И сам лаку. Но у него все меняется. Он просто долго уже спал. Долгое время у него накопилось это. Но у него меняется. Вопрос. Вот встаю рано и захожу в медитацию. И то же самое на ночь тоже в медитации. Мог меньше сплю. Мне не нужно вот... Говоря в 12 часов ложусь, без того, что несколько дней заходишь в очереди дня в медитацию, и теперь в 3 часа встаешь. Нет, так нельзя делать. У вас перевозбуждение идет в организме. Через где-то 2 месяца вы почувствуете психическую усталость сильно. Не надо этого. Переборов не должно быть ни в чем. Сон в 6 часов — это святое дело. Нельзя как бы нарушать это. Ну, даже с помощью своей силы, энтузиазма нельзя ломать этот график жизни, и потом переутомление произойдет. У меня были такие слова в жизни, я поэтому говорю, что это так. Итак, есть люди, которые уже победили в себе ощущение, что они не успевают с помощью режима дня. Я вижу этих людей в зале. Ну, просто вы поймите, что это так. Поймите, что это так, что если вы будете вставать раньше, вам легче будет жить. У вас появятся силы внутренние. Надо себе по это объяснить. Потому что женщинам все-таки хочется лежать в постели с утра. Ну, хочется, потому что женщины, это женщины, они должны наслаждаться вот спокойствием, вот этим вот теплом, уютом, квартирой, что вот лежишь, и как бы вот так, лежишь и так, хорошо. Вот. Ну, как бы, ну, женщины, женщины, у них вот это есть, ну, что делать? Нам надо заставлять себя чуть-чуть хотя бы. Да? А если уже, получается, вот раньше вставать, но невозможно вечером встать? Ну, во сколько вы встаете? В 6-7 утра встать. А, во сколько спать ложитесь? Ну, в обычном 12. Ну, в 6 часов спите нормально, нормально. Да, ну, лучше не вставать после 6. И лучше ложиться пораньше, лучше это делать. Потому что утром, утром больше можно сделать. Утром можно быстрее все сделать. То же самое, что вечером больше, вот так, как в зомби. Потому что уже солнца нет. Как энергия солнца, она что делает с человеком? Энергия солнца, она дает ему волю. Энергия солнца, она обладает волевой силой. И, допустим, с 6 утра до 12 у человека максимум более. Он может в 2 раза быстрее все делать. У него сильная концентрация внимания. У 1-2 раз у него все, как бы, встает на свои места рано утром. Вечером уже солнце садится, понимаете? Означает, что увеличивается энергия любви в организме. И снижается энергия воли. То есть человек холит, что-то делает, но он больше балдеет, чем делает. Он такой, всем хочет наслаждаться. Допустим, он, допустим, женщина решила, допустим, с вечера приготовить. Но она стоит такая, готовит, но она балдеет в это время. Такая, готовит, там, слушает телевизор, что-то такое, она балдеет. И время на готовку уходит полтора часа вместо 30 минут. Потому что другое настроение, понимаете? Да? Для начала я вам вот что скажу. Для начала я вам вот что скажу. Для начала. У вас нет времени положиться вовремя. Так? Нет времени. Теперь у меня к вам вопрос. Если бы вы влюбились, и встреча должна была быть с 10 вечера до 12, у вас было бы время? Да. Конечно. Положиться спать, встреча со сном, в 10 часов вечера состояться не может. Я готова, а он не приходит. Я пришел, ты бы не ман. Я пришел. Да? Я, я надеюсь, на вашем сайте есть способ проверить солнце, насколько оно совпадает в нашем мире. Да. И там несоответствие, получается, наше время на час двадцать. На час двадцать. Да, то есть шесть утра по солнцу, это наше 4.40, поэтому... 4.40 сейчас у вас, вот сейчас, да? Но солнечные, солнечные шеи... Вот сейчас, зимой, зимой вот в это время, в 4.40 у вас шесть утра. Так это и правда или нет? Нет. 5.40. 5.40. Да, а летом 4.40. Да. Все, не отвлекайте, давайте не будем от меня. Не будем сейчас за вопрос задавать помешать, не леньте читать, пожалуйста. Мы сейчас с девушкой общаемся. Итак, проблема заключается в том, что у нас в сердце нет ценности раннего уклада. Мы не понимаем, насколько это важно. Да, эта ценность возрастает, тогда человек может возиться раньше. И он реально меняет всю свою жизнь. Меняется вся жизнь. Ценность — это ценность судьбы. Потому что, понимаете, есть вселенский ритм. Если ты в ногу с ним идёшь, у тебя жизнь становится очень сильной. Вот смотрите, если взять, допустим, круг, да, то жизнь может быть размазанной вот такой. Вот она может такая, знаете, быть размазанной вот такой. Или она собранной может быть. Чем больше человек соблюдает режим дня, тем она собраннее, собраннее, собраннее жизни. В какой-то момент она как ядро становится, и с этого момента возможен самоконтроль. То есть человек, который не соблюдает режима дня, самоконтроль или нет, это невозможный самоконтроль. Означает, невозможно контролировать эмоции, контролировать мысли, контролировать себя, разум, волевое усилие какое-то в жизни делал, победить болезнь. Все это невозможно понимать, нет самоконтроля. То есть я поэтому начинаю все с режима дня, нет самоконтроля. Не может быть самоконтроля без этого. Потому что мы подчинены влиянию Солнца и Луны. Это как бы законодатели времени. А время самая большая сила в этом мире, она сильнее нас. Время или нас к старости ведет быстрее, или как положено к старости ведет, понимаете? Он всегда нас ведет в старости. Если человек не соблюдает режим дня, он сокращает продолжительность своей жизни. Все. Потому что он убивает в себе разные энергии. Если он по Луне, как бы Луну не берет, значит он убивает в себе энергию праны в организме. Если он с Солнцем не дружит, убивает энергию огня. Все. Вот так. То есть или то, или другое. И все означает болезни и сокращение продолжительности жизни. Вот и все. И разрушение планов, естественно, в жизни. Дальше поехали. Утреннее время, раннее утреннее время, не предназначено ни для сна, ни для работы, ни для родственников, ни для себя. Утреннее время до шести утра, с четырех до шести, принадлежит Богу. В это время человек может отдать себя высшей истине. Он в это время должен ставить перед собой изображение святого человека, кланяться ему и молиться. Пусть час, пусть полчаса, пусть двадцать минут, пятнадцать, насколько вас хватает. Но это время принадлежит молитве. Когда человек молится святому человеку, дальше все создается. Он отвлекается от своей... Если он с помощью молитвы может от себя отвлечься, от своих проблем, значит он побеждает судьбу в этот момент. Потому что судьба как действует через желание и мысли. Человеку постоянно куда-то зовет, 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 зовет. Его манит, понимаете? Манит. Означает, что он не может жить нормально. И это вот манит, вот это манит, она создает все в одном ключе, в ключе кармы. Понимаете, человек живет в ключе кармы. Он должен пробить этот ключ кармы, энергию счастья, исходящую от святого человека. Надо садиться рада утром и кланяться, кланяться, кланяться святому. И в тот момент, когда вы отвлечетесь от того, что надо быстрее готовить идти, от того, что надо на работу, у меня дети сейчас проснутся, там и так далее. Понимаете, когда вы от этого всего отвлечетесь и просто погрузитесь в отношения со святым человеком, то в этот момент вот здесь в сердце придет понимание, как жить. Надо оставаться на работе или нет? Надо вкладывать деньги или нет? Надо уезжать из города и страны? Нет, надо тут, надо разводиться или нет? Надо идти к любовнику или нет? Вот тут раз, раз, и четкое и ясное понимание. Потому что, понимаете, одно дело, я слышала об этом, я читала, это одно. А другое дело, четкое знание. Что такое четкое знание, я вам сейчас расскажу. Это вот фильм «Джентльмены удачи» смотрели. Там этот, как его, вот где-то? Василий Иванович, он, как бы, говорил, сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Вот это называется реализованное знание. Понимаете? То есть снег в башка попадет просто и больно будет, значит, нельзя туда ходить. Понимаешь? Нельзя к любовнику ходить, снег в башка попадет. Все, это означает, что точно 100% нельзя, все. Это происходит только во время молитвы. Человек побеждает свою судьбу за эти 15 минут, и потом весь день удался. Но мы настолько скупы в жизни, что нам некогда отдать свою судьбу святому или Богу даже на 15 минут. Мы хотим делать то, что нам хочется всегда. Это означает скупость. И человек из-за этого страдает. Он не может отдать себя. Это время предназначено для того, чтобы отдать себя. Когда человек отдает себя святому, он наполняет святостью, становится чистеньким, счастливым, жизнерадостным. Потом эту энергию святости может отдавать всем родственникам целый день. То есть это время для зарядки батареек. И батарейки мы сами себе заряжать не можем. Их заряжает тот, кому мы поклоняемся. Он сам их будет заряжать. А мы должны поклоняться, мы не должны думать о зарядке батареек. Только мы о них начнем надумать, они заряжаются эгоизмом. Человек должен думать о святом, о том, как жить для него, как служить, как выполнять его наставления, и забыть про себя совсем, иначе ничего не получится. До шести часов утра, можно до семи, если есть время. Я иду на работу. У нас на работу начинается с двух часов дня. И заканчивается восемь часов вечера. Не хватает времени с восьми до девяти, чтобы отдать семье то, что она требует, то, что ей требуется. Ну, на самом деле, жене требуется 20 минут глубоких отношений. То есть внимательно слушать ее, общаться с ней 20 минут всего. И женщина счастлива на весь день. Семья счастлива вся, если ей поделять качественное время. Много времени не надо в семье, но надо и качественно, очень глубоко отдавать его. Не половина времени телевизору, половина жене, а вот только жене и семье. Женщинам понравилась идея, я смотрю, вам понравилось. Итак, скупость сердца человеческого означает, не придомолиться. Запишите себе, главная тема сегодняшней лекции. Главная идея. Самое сложное понимание. И это означает, что не будет счастья в жизни. Не будет. Счастье, это не принадлежит нам. Счастье приходит всегда из дне. Оно является энергией. Что такое удача? Удача – это энергия, которая нам принадлежит. Она пришла неожиданно, и как бы она не наша. Не наша. Любовь негадана на гряне, Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет. Так удивительно хорош. И ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Да? Пришло, да? Пришло. Вот пришло. И хорошо стало. Почему? Потому что не мне это, не мое это. Не мне принадлежит. Это принадлежит тому, кто дал. Высшие силы дают нам счастье. Но мы скупо думаем, что мы сами его можем упрести. Ничего подобного. Человек должен отдавать святости свое утро. Он должен хотеть выполнять наставления. Должен обещать, что он не будет врать, не будет изменять, не будет обещать святому человеку, что он проживет этот день хорошо. И он должен служить таким образом святому, кланяться ему мысленно. Всех прощать, просить прощения. И в сердце появляется чистота в это время. Чистота такая появляется в сердце. Как хорошо на свете жить. Вот тут чистота такая. С утра она появляется. Это не появляется после просмотра хоккея, футбола, кабельного телевидения в целом. Вот. Не появляется. Вот здесь вот. Где-то ниже появляется. И контакта со святостью. Вот так. Близкого. Никого вокруг нет. Все занимаются идеалом. Кто-то спит. Кто-то в ванне. А ты вот наедине со святым человеком. Все. Больше никого нет вокруг. Это называется настоящая жизнь. Только может быть час в день настоящей жизни. Все остальное это уже продолжение. Это результат вот этой настоящей жизни. Итак. Дальше. Очень хорошо работает возможность запоминать и развивать себя до где-то от 10 часов утра, до 11. Человеку хорошо учиться. Хорошо. Если даже вы едете на работу в это время, хорошо учиться, ставить наушники, послушать лекцию именно в это время. Хорошо. Потому что она усвоится. Когда солнце поднимается до 12 часов дня, оно поднимает силу интеллекта. Потому что вот здесь вот энергия солнца больше всего представлена с макушки. Макушевский центр — это центр, отвечающий за развитие человека, за наше ощущение себя как личности, за ответственность перед собой. И этот центр наполняется по максимуму энергии солнца в 12 часов дня. До 12 часов дня. Потом сила, вот эта интеллектуальная разума, сила разума человека спадает дальше, падает после 12 часов дня. Но солнце начинает уже дальше идти вниз. Понимаете идею? Итак, 12 часов утром, где-то с 7 до 9 утра, хорошо позавтракать. Я не завтракаю с утра. Потому что я завтракаю молитвой. Я кушаю сладкий вкус отношений со святыми людьми. И мне сладкого вкуса хватает. Но если вам не хватает в жизни сладкого вкуса, то человек должен получать сладкий вкус только рано утром. Все женщины должны получать сладкий вкус обязательно рано утром. Если особенно еще не рожали, или как бы поддерживаются все гормональные функции. Потому что именно сладкий вкус у женщин поддерживает функции гормонов женских. Женскую красоту. Сладкий вкус не вечером тортик поддерживает красоту. Вечером тортик что делает? Вот это. Вот это вот делает. Вы когда утром встанете после тортика, посмотрите в зеркало, и что вы увидите? Ты, Ваня, поглянь, какие клоуны. Вы удивитесь, понимаете? Только тортик вечерний так делает. Почему вечером человеку хочется сладкого вкуса? Потому что сладкий вкус вечером должны давать отношения. Человек должен вечером уделять отношениям. Сладкий вкус вечером от отношений зависит, лист, а не от тортика. Посидим, помолчим, может все пройдет, и растает снег, лед, и печаль уйдет. Так? Просто посидеть рядом, просто посидеть, помолиться друг за друга, разговаривать не можете, еще отношения не достигли, в такой степени вы начинаете говорить, обижаетесь, ругаетесь. Не говорите. Сядьте друг с другом, помолчите, пожелайте счастья друг другу. И вы увидите, что жизнь налаживается, становится лучше всю жизнь, легче. Вечер, это вечер предназначен для этого времени. Ночь предназначена для того, чтобы отдыхать и зачинать детей. Но вы выберете один из двух вариантов для себя. Ну, то есть, какой вариант вам сейчас с Польши подходит. И, как бы, советская песня тоже, она, как бы, это, ну, подметила этот момент, важный, влияние Луны. «Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые, это я, знаю я теперь, что ночь сильнее дня». понимаете, это рецепт и утром. Зачинать детей или спать. Вы выберете для себя. Но ночь именно для этого. Зачинать детей не днем, и не вечером, и не утром, а ночью. что в это время дети рождаются сильными, если они под луной начинаются, они сильными рождаются потом. Утром начинаются дети, они рождаются чувствительными, днем больными, вечером сумасшедшими, а ночью здоровыми. В смысле, всегда, что всегда? Сумасшедшими всегда? Нет, сумасшедшими не всегда. Все можно исправить в жизни. Вечер заканчивается, когда наступает ночь. Где-то в 10 часов. А если в тюрьме сидишь? В тюрьме можно спать, а можно и не спать. Все равно в тюрьме. Согласен. Это означает наказание времени. Человек должен, как только он понял, что наказан временем, что нельзя работать ночью, он должен сказать себе, я хочу найти себе другую работу с этого момента и продолжать работать ночью, пока не найдет другую работу. Но он обязательно найдет в этом случае, потому что многие люди не понимают, что ночью работать нельзя. Это разрушает жизнь человеческую. Жизнь дороже, чем деньги. Попытается это понять. Итак, обед утро сладкий вкус означает сладкие специи кардамон, фенхель, анис, шафран, бадьян, тмин, кумин, вера там и так далее. Сладкие специи утром, мед утром, курага, изюм, инжир, чернослив, финики и так далее. Зимой сухофрукты, летом фрукты, сладкий вкус. Женщинам с утра сливки также. Потому что сливки улучшают гормональные функции женщины. Мужчинам с утра флитана, олежьи. Ну то есть и так далее. То есть то, что дает силу, продукты, которые дают силу. Некоторому что мясо дает силу. Или хлеб, допустим, с утра поесть. Когда человек тяжелую пищу ест с утра, солнце еще не поднялось. Тяжелая пища уже зашла в организм, она трудно перевариваемая. Это значит, что она дальше будет проталкиваться, она не может лежать. Организм не знает, что с этим делать, он ее проталкивает. Проталкивает означает, что она по кишечнику быстро идет, идет, идет. И где-то к 11 часов утра он понимает, что надо что-то делать. Такой жил, жил, такой раз и понял, что надо что-то делать. Он пошел, сделал, как бы, что-то. Вот. Но, как бы, идея не в этом заключается. Идея заключается в том, что это слишком рано, понимаете? Потому что это должно произойти за 8-9 часов. А может быть, за 12 или за 14, чтобы все усвоилось. Но если человек вот поел рано утром тяжелой пищи, то это произойдет за 4-5 часов. Это значит, что мы работаем на унитаз, понимаете? Оно там ничего не усваивается, просто вот так. И потом, где-то к 2-м часам человек к 3-м хочет опять кушать, обедать сильно. Он рано утром сильно поел, потом в 4-м часа дня сильно поел. Это означает, что у него токсины пойдут в кровь ночью. Потому что в 4 часа дня солнце уже тетюк. Оно уже не может переварить пищу. Солнце переваривает пищу, когда оно наверху стоит. То есть оно переваривает пищу с 11 часов утра и до 2-х. Максимальный огонь пищеварения идет. Когда человек после 2-х поел, пипю, поезд ушел. А сгущенное молоко холба утром? Да, сгущенное молоко хорошо утром. Холба очень хорошо, да. Шоколад. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Ты забыла все, что было. Шоколад это нет и разочарование. Сладкий с горьким вкус смешанный. Сладкий с горьким, понимаете? Шоколад. Шоколад. Энергия чувствует шоколад. Неприступность женская такая, как бы колодность такая. Шоколад. Понятно, нет? Это не та пища, которая женственность развивает. Хочется шоколад. Почему? Потому что горькая, горькая жизнь. Горький вкус хочется, горький вкус. Надо есть в обед без сладкого. Сладкий и горький вкус не должны быть вместе. Сладкий вкус с утра должен, надо очищать свой язык. Чувство вкуса надо очищать, понимаете? Потому что оно может поражено плохими эмоциями. Не вовремя кислый вкус дает обидчивость. Рано утром кислая поели, обидчивая стала. Рано утром острая поели, гневливая стала. Или стала. Рано утром горький вкус поели депрессивность. Рано утром поели мясного, хлебного, мучного. Нет энергии. Сил нет, галость. Все ушло в желудок. А? Курить как с утра. Сладкую сигарету нам предложили натощать. Я не знаю. Я не насчет курить ничего не знаю. Как меня сбили с толку. Не знаю, что сказать, как курить нам с утра. Если курить начал, то какая разница с утра или вечера. Курить и курить что? Все значит уже курим. Не живем, а курим. Можно или жить, или курить одной из двух. Можно или жить, или пить одной из двух. Но эти вещи несовместимы вместе. Потому что когда человек курит, то его волевые функции подавлены. все. Сигарета контролирует его волевые функции. Она держит его в тонусе. Или человек сам себя держит в тонусе. Или сигарета. Одно из двух. Но курение это болезнь. Это болезнь разума, которая возникает в результате неправильного режима дня. И надо первое, что сделать, наладить режим дня. И потом постепенно человек становится болевым. У него воля все крепче, крепче, крепче становится. в какой-то момент у него появляется сила работать над собой. С этого момента он начнет работать. Если не можете сами бросить курить, приезжайте к нам, мы вам поможем. Там в психике есть определенный уровень энергетический, который связан с концентрацией внимания. Этот же уровень управляет нервной системой. Когда у человека поражается энергетический уровень в голове, он не может сосредоточиться, то есть войти в состояние сфокусированности внутренней собранности самостоятельно. Ему для этого надо курить. Он покурил, у него сфокусировалось и пошел дальше жить. Понимаете, не курит, у него расплывчиво все, он не может собраться в жизни, понимаете, он не может жить нормально. Значально сигарета живет за него, она сама создает жизнь. Это болезни разума. Разум отвечает за волевые усилия, концентрацию внимания, за выносливость человека, оптимизм, за решительность. Все за это отвечает разум. Человек, который курит, он лишается возможности самостоятельно этими функциями управлять. Только с помощью сигареты. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Видите, эта песня патриотическая. То есть у нас курение возведено в рам патриотического такого, понимаете, сигарета поразила общество. Она уже вошла в патриотические чувства. Понимаете, это очень опасная тенденция, потому что это же штука, которая разрушает жизнь. Но вы не отчаивайтесь. Курите и курите, ничего страшного. Это не изменишь за одну секунду. Надо менять режим дня. Человек не должен бросать курить, это невозможно. Надо менять жизнь, оно отвалится само. Надо знать, как жить правильно и продолжать курить. Ничего страшного. Придет время, начать жить правильно. Психика восстановится, сама начнет работать правильно, сигареты уже не нужны. Проведем сейчас статистику. Поднимите руку, кто бросил курить, незаметно для себя, начав правильно жить. Вот, хорошо. Теперь поднимите руку, кто бросил курить, усилием воли, не начав правильно жить. Интересно у нас такая кармония. Это означает развитие разума. Книжка развивает разум. Вы как бы осознали, что такое жизнь и так далее. Применили. Ничего, ничего, нормально. Ну, ладно. Печерний печерний. Попет должен быть иметь все шесть вкусов. Это острый, кислый, соленый, горький, сладкий, терпкий. Все вкусы должен обед содержать в себе. Это важно знать, потому что обед должен быть большим. Кушать в обед надо хорошо, потому что если ты плотно поешь в обед, то не будет хотеться кушать потом весь день. Обед должен быть плотным. Не надо бояться, что ты снизишься работоспособность. Она не снижается, потому что солнце держит работоспособность и переварит пищу саму в обед. Да солнце делает. А вечером кушать не будет хотеться тем, не хочется кушать, кто хорошо обедает. Каков закон? Хорошо пообедал, вешал, вечером кушать не хочется. Но это не касается женщин. Потому что женщины, они не кушают, они перекусывают. Это очень важно понять, не по-другому работает пищеварение. Но все равно надо перекусывать в обед больше, чем утром и вечером. Знаете, женщины, они подкусывают, потому что им надо эмоциональную силу женщины контролировать с помощью сладкого вкуса. И с помощью вообще просто перекусывания. И женщины поэтому они кушают понемножку в течение дня. Это нормально для женщин. Но надо точно знать, что именно в обед надо кушать больше, чем в остальное время. И зерновую пищу надо есть только с 11 утра до двух дня. Вот так перекусывать с риновой пищей. А мужчина он не перекусывает, он жрет. И поэтому мужчина должен как бы поесть нормально, обеда не париться. Понятно? Вот. То есть он поел обед все и все понятно? Вот. То есть хорошо надо поесть. И все забыли про еду все забыли. То есть в течение дня уже не понадобится. Вечером просто есть две категории людей. Одни перегреваются вечером, кому жарко вечером. Они должны есть фрукты вечером. А есть люди, которым холодно вечером, они напрягаются очень сильно. Они должны есть тушеные овощи, но без специй и без масла. Просто тушить на пару и есть вечером и все. Чуть посадить, чуть чуть совсем. Понятно идея? И на ночь вообще надо пить для развития сознания не для того, чтобы кушать, а для развития сознания. Потому что, когда человек пьет молоко, оно обладает такой энергией любви, что оно пробивает все каналы психические в голове, если оно с медом вместе. То есть молоко надо прикуску есть с медом. Прикуску. То есть пьешь молоко и прикусываешь медом. Я прямо размешиваю с медом молоко. Хотя обеда рекомендуют не размешивать, потому что мед под длинной температуры он разрушается, токсичным становится. Я заметил, что мед, когда ты с кипятком горячим кипятком размешиваешь, с горячим кипятком мед размешиваешь, то он превращается, становится токсичным через 15 минут. А я выпиваю молоко за 5 минут. Поэтому я пью, размешиваю, пью. А Витцена советовал молоко пить именно с медом горячим. И он говорил, что молоко, именно молоко, не эфир там, ничего, это самый сильный продукт для развития долголетия. Когда человек пьет молоко горячее, у него психика успокаивается, он как младенец потом засыпает. На какое молоко аллергия? На мед. На мед. Аллергия с сахаром ешьте молоко. А в мед. Кто него сахар на смеш? А? Не воспринимает молоко в чистом. А в что воспринимает? Ну хорошо, значит это вам не подходит. Остальные всем подходят. Все. Все. У меня есть книжка «Время. Режим. Дня» называется. Читайте, слушайте. У нас есть аудиокнига. Читайте, слушайте и анализируйте. У нас мало времени, а тема очень большая. Мы сейчас будем говорить с вами о развитии личности. Первое, что должен сделать человек, он должен соблюдать режим дня. Вечер предназначен для семьи. Надо отдавать его не телевизору, а близким, иначе жизнь будет разрушена. Как отдавать близким вечер? Сейчас объясню. Есть разные стадии развития отношений. Человек должен всегда отдавать себя в отношения. Это долг человеческий. Надо приходить домой и начинать желать счастья близкому человеку на расстоянии, находясь на расстоянии, потому что отношения, они создаются в сердце. отношения означают бла-бла. Отношения это вот здесь вот. У нас у всех большинства людей нет культуры отношений со всем. Я по анализ такое сделал, увидел большинство людей в сердце своем думают плохо друг о друге. Знаете, все друг о друге в сердце плохо думают. Большинство людей означает нет отношений. Можно бла-бла делать сколько хочешь, никаких отношений нет. Надо пробить эту в своем сердце о том, что мой человек нехороший, близкий человек, нехороший. Пробить эту идею в своем сердце, убить ее с помощью силы разума. Это называется молитва, молитвенное настроение. Надо это сделать до того, как домой пришел, или до того, как близким человеком встретился. Счастье надо желать не только когда ты простился с близким человеком, а тогда когда ты должен с ним встретиться. Прежде всего надо тогда счастья желать близким человеком. Мы простимся с тобой порогом, ты мне счастье пожелай. Это хорошо, это называется благословение, это хорошо, но счастье надо желать близкому человеку, когда еще с ним не встретился. Я вот смотрю по вашим глазам, только 5-10 процентов могут желать счастья близкому человеку. Вы сейчас я об этом говорю, вижу, что вы не желаете счастья близкому человеку, означает нет счастья в жизни, нет счастья. Отношение означает желать счастья близкому человеку, думать о нем хорошо, до того, как встретились. И тогда из ваших глаз будет к нему идти любовь. Любовь что такое? Думать хорошо близком. Это называется любовь. Любовь не означает, что ты думай обо мне хорошо. Нет, это не любовь. Любовь означает я заставляю себя думать хорошо. Да, он плохой, но надо думать о нем хорошо заставлять. Понимаете? попробуйте сейчас заставьте себе подумать хорошо о близком человеке. Что вы на меня смотрите? Давай заставляйте. Зачем поменять любовь? Это все результат кармы. Если близкий человек мучает нас, это карма. Ничего общего с близким человеком это не нет. Вы разделите, почему он меня мучает, близкий человек, почему он меня мучает? Потому что из меня вот отсюда исходит сила, сила, которая заставляет его мучить. Вы ведь сами мучаете близких людей, каждый из вас мучает своих близких людей, думая при этом, что он меня вынуждает так себя вести. Но при этом то же самое происходит и с близким человеком. Вы его сами вынуждаете так себя вести. Допустим женщина расслабилась, значит у меня мужик хорошо зарабатывает все и она боится его потерять. В результате этого влияния психического я боюсь тебя потерять. он начинает наглеть, бить ее, издеваться и в конце концов заводит любовницу. Это происходит в результате влияния женщины самой жены. Так действует карма. Мы не говорим сейчас о том, что близкий человек по отношению к нам делает. Мы говорим это называется карма. Это действует автоматически. Эта система так работает вся. В этом мире так все устроено. А вот любовь означает закрыть эту тему, как ведет себя человек близкий по отношению ко мне и начать к нему относиться хорошо как к личности. Как это сделать? Надо вспоминать первую встречу. Потому что Бог дает во время первой встречи знание о том, какой это человек. В нем самое лучшее все раскрывается. Этот человек таким же остался, никуда ничего не делось. Просто мы не помним об этом. Мы забыли. Надо вспоминать вот это его с нему относиться как с первой встречи. так же. Точно так же помните вот таким. И к нему так же относиться. Дейскому человеку надо так относиться перед тем, как вернуть прийти домой или встретиться с близким человеком. Это называется отношение. Все остальное это бред. Потому что если это есть, будет и разговор, будет и понимание, и все остальное. Но если у вас этого нет, значит нет мой близкий человек хороший человек. Мы с ним не можем разговаривать, мы не понимаем друг друга, но он хороший, я так считаю, все. Это значит, что потом будет разговор, понимание, и все будет. Потом, не сейчас. отношение продукты. А есть такая ситуация. Отсадь вы рождение на следующий день, у меня есть какие отношения? Вечером я как бы думал о том, что почему трал, позвоню, поздравлю, попытаюсь создать этот правильный Нет, неправильное мышление. Никогда наступать в пинце, когда не больше не продолжать, я знаю, о чем вы говорили. вы говорите о том, что все обламывается. Это действие судьбы, не всегда человек может восстановить отношения. Вы хотите отношения, чтобы получать счастье от отношений, но вы не имеете права получать счастье от отношений с отцом, вы наказаны в этих отношениях, поэтому не будет счастья пока. Но если вы желаете ему счастья в уме, то это наказание проходит, вы восстанавливаете отношения. Вы отношения. Я вам говорю, что то, что происходит во время разговора, беседы, встречи человека, это называется карма. А отношения это не карма, отношения находятся здесь. И ваше отношение к своему отцу это обида. Это означает нет любви. Любовь означает, что вы перебороли обиду, простили его в молитве и относитесь к нему хорошо, и держитесь на дистанции, чтобы карма не сильно действовала. Потому что приближение означает, что вы не можете все, у вас присел. Человек должен выбрать ту дистанцию по отношению близкого отношения с близким человеком, сколько кармы. Вот допустим отношения очень тяжелые, карма очень сильно сгустилась, не надо близких отношений, общаться не надо, надо думать хорошо о близком человеке, и он будет чувствовать ваше отношение к нему, отношения здесь находятся. И поэтому у вас будет нормальная жизнь семейная. Вы будете рядышком находиться, он будет чувствовать, что вы хороший человек. Но отношения невозможны, потому что карма действует. Люди думают, отношения означают вот это, бла-бла-бла-бла. Это не отношения, это желание наслаждаться друг другом. Иногда люди могут наслаждаться друг другом, а иногда нет. Все зависит от кармы. Но отношения находятся здесь, это надо делать вечером. Днем человек работает, утром молится, в первые половины дня он развивается как личность, даже в работе. Он должен развиваться как личность, если он работает с утра, он должен во время работы желать всем счастья. Ну то есть солнце поднимается, она дает энергию радости, надо ее отдавать, 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 желать всем счастья во время счастья. Тебя обзывают, хорошо к человеку относишься, он расслабляется, больше не будет обзывать. Все. Человек с утра судьбу побеждает в первую половину дня, во вторую уже поздно, потому что солнце садится, все, оптимизма не будет. Почему человек хочет радоваться с утра? На сутро встречает пропадой, на светом встречает река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому зрения. Это утренняя энергия. Это солнце так действует, у человека энергия поднимается, энергия поднимается, солнечная, она оптимистичная по природе очень, она идет вверх, поднимается, и у человека возникает вот этот оптимизм, понимаете, стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше, только утро заиграет у ворот. Это энергия солнца, понимаете, так действует. Человек должен ее использовать, я желаете им счастья, желаете им счастья, там чем-то он занимается, допустим, там подметает улицу, я желаете им счастья, да. Ну, то есть, понимаете, что-то надо делать вон там, внутри, не тут вот, не тут вот делать, а там, там делать что-то, понимаете? Люди привыкли жить на волне, то есть им надо, чтобы что-то давало. Вот это называется безмозглая жизнь. когда ты живёшь под влиянием того, что приходит извне. Допустим, ты едешь радио Шамсон. Понимаете, едешь, допустим, и радио Шамсон. Это хорошо, но это безмозглая жизнь. Счастья не будет. Почему? Потому что ты просто принимаешь, ты наслаждаешься деятельностью ума. Означает, карма действует в это время, желания усиливаются, твои мечты. Мечты означают то, что разрушат человека. Чем больше мечты, тем меньше силы разума. Человек может или жить, или мечтать. Одно из двух. Когда человек живёт, означает, нет мечты, есть жизнь. Жизнь означает желать всем счастья во время... Видишь, повторяешь, я желаю всем счастья, и этому тоже я желаю всем счастья. Понимаете? Сражаться со собой позитивно, настраиваться, означает жить. Радио Шамсон надо выключить в это время. У вас должно включиться своё радио внутреннее. Песня изнутри должна идти. Это песня, дружище, твоя и моя. Понимаете? Она изнутри должна идти. Это песня, твоя и моя. Иначе другая песня пойдёт. Не та, которая приносит счастье. Итак, режим дня создаёт цель над личностью. Он вызывает разум. В течение дня человека должно быть минимум, вот это вот, развлекательной программы. Минимум развлекательной программы. Максимум духовной программы. Означает, если ты слушаешь что-то очень ценное. Вот сейчас идёт ценная лекция. Ценная лекция идёт. Не потому что я говорю, если бы кто-то говорит, тоже была бы ценная. Но если именно на эту тему она говорила. О развитии, о счастье, о том, как жить. Это ценная тема. Человек должен в течение дня, у него есть свободное время, должен слушать об этом. Он не должен развлекательные какие-то вещи слушать, смотреть. Но если он хочет просто отдохнуть, тогда надо смотреть то, что даёт любовь. Любовь означает фильмы, передачи, которые несут в себе вот эту энергию, силу любви. Даже пусть они какие-то комедийные, но там должна быть энергия любви, допустим. Пусть они даже какие-то там, допустим, революционные, но там должна быть энергия любви настоящая. Что такое энергия любви, идущая от артистов? Настоящая неподдельная, то, что они рисуются, понимаете? Настоящая энергия любви. Это раскрывает сердце, и хочется жить счастливо, относиться друг к другу. Ваши благородие, госпожа удачи, для кого ты добрая, для кого иначе? Понимаете? Петруху он любил, понимаете? Петруху любил, Петруху убили, а он его любил. Знаете, это фильм про любовь к Петрухе. И он хороший. Понимаете, вот такие надо вещи. Это открывает сердце. Аня, я тебе говорю, что я тебя отпущу, я тебя отпускаю. Знаете? Не надо это смотреть, понимаете? Или вот этот тоже раньше бокал, мне тоже не надо смотреть. Понимаете, вот это вот все и не надо смотреть. Не помогает жить. Или сам-то перебердал. Ну, что это в этом роде. Тоже не помогает. Пятьсот пятьдесят шестая серия. Не помогает жить. Ак-2. Дом-2, да. Дур-дом. Не помогает. Дур-дом-3. Пустая трата времени. Жизнь проходит. Жизнь коротка человеческая. Она предназначена для счастья. Будущее счастья. Человек тело оставляет, он может отправиться на низшие планеты. Умеется, это тонкое тело, оно не умирает. Психика человека не умирает, она остаётся. Что значит будущее счастье? Что значит будущее счастье? Сейчас я вам объясню, что значит будущее счастье. У кого кто-то умер недавно, по Димитру? Вот смотрите, вот у вас, вот на втором ряду, у вас кто-то умер недавно, да? Вот он, ну, такой человек, как бы, он неплохой, в общем-то, человек, но лжил неправильно. Так? Так. И вы сейчас молитесь за него, да? Вот она молится за него, я это вижу. Может, я выдумал это всё? А сколько вы молитесь день за него? Вот она, вы, вы, да. А, сколько вы, вы? Это значит полчаса где-то, да? Полчаса в день. Вот она сейчас, его не пускает в ад своей молитвой. Он идёт в ад. Этот человек, и у неё вот здесь на сердце камень из-за этого. Камень. И она своей молитвой не пускает этот человек в ад. Она плачет сейчас, потому что ей плохо. Вот это называется жизнь, понимаете? Жизнь это суровая вещь. Нам кажется, что вот всё классно. Понимаете? Мы думаем, что это жизнь. А потом на низший план, там только страдания на низший план. Здесь, смотрите, здесь страданий больше, чем счастье. Постоянно то правительство мешает, то, 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 все. Не дают жить на Украине. Да как не только на Украине не дают жить. Это во всей земле так, понимаете? Всегда что-то не хватает для счастья. Означает чуть ниже, во вселенной земля находится чуть ниже середины, где доописывают. Середины означает, вверху благочестивая жизнь, счастливая, внизу греховное страдание. Мы чуть-чуть ниже середины, означает больше страданий, чем счастье. Хоть убейтесь, сколько правительства не меняйте. И всегда так было, всегда будет на земле. Почему? Потому что земля предназначена для такой жизни. Но, когда человек тело оставляет, он может пойти или наверх, и тогда на сердце радость за него возникает. Или вниз, тогда камень на сердце тянет. Плохо о человеке думать. Вот об этом я сейчас говорю. Я говорю о том сейчас, что будущее наше очень скоро придет. Мы думаем, что мы всегда вечно будем жить. Ничего подобного. Через год кто-то из вас тело оставит. Сто процентов. Несколько человек в этом зале не доживут до следующего года. Но все считают, что доживут. Поднимите руку, кто считает, что не доживет. Все считают, что доживут. А кто-то не доживет. В этом заключается идея моей лекции. Что человеческая жизнь не предназначена для Богдежа, понимаете? Не предназначена для Богдежа. Она предназначена для глубокой работы над собой. Поэтому в течение дня как можно меньше должно быть развлекаловки. Счастье приносит, глубокое счастье приносит. Духовная музыка, настоящая молитва. Это изучение, как правильно жить. Это тоже можно все слушать. Не обязательно самому это все делать. Можно слушать. Человек не может, допустим, правильно жить. Но он должен наполняться этой силой. Потому что это называется сила разума. Человек слушает о том, как правильно жить. У него жизнь становится все сильнее. Потому что он наполняется, наполняется. Потом он начал сам уже себя менять. У него слушание дало эффект. Не надо слушать то, что разрушает жизнь. очень разрушает жизнь, слушание новостей о том, как всё хреново. У нас какие новости до нас доносят о том, как всё хреново в основном? И также реклама. Это тоже обман, другого вида обмана. Настоящих новостей, веды говорят, новости настоящие, это новости о том, кто совершил подвиг жизни на земле сейчас. Это новости о том, кто спас кому жизнь, кто за кого помолился и тот воскрес. То есть это новости о том, что произошло хорошего на земле сейчас. Эти новости надо постоянно говорить о них, постоянно говорить. И тогда на земле земля начнёт расцветать, потому что люди будут получать позитивную силу в сознании. Но сейчас нам показывают другие новости. Раздувают очень кто кого-то взорвал. Но на самом деле... Вот у нас, допустим, взорвали там, взрыв произошёл там в Москве. Да в Москве в день больше погибает в аварии, в автомобильной, чем там погибло во время этого взрыва. А взорвали, что люди просто в ужасе. Я когда в аэропорт приехал, не в этот аэропорт, в другой, я езжу постоянно. Я на следующий день как бы ехал, сублекции читаю. Смотрю, идёт как бы женщина в аэропорту. Здравствуй, 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 стюардесса. Мой прелестный друг. Понимаете? То есть я отношусь вот как к людям таким высоким, людям небесным, понимаете? Она идёт и смотрит на меня. Смотрю, что она смотрит на меня, что я сейчас взорвусь. Вот смотрит, у него сильнее поражается психика этим, а когда он слушает, ещё сильнее. Но лучше читать. Читать. Прочитали, всё нормально, всё. Познакомились с тем говном, которое на вас слили. И хорошо, ознакомились, всё. Хотите ознакомить, пожалуйста, прочитайте лучше. Потому что вонять от вас будет меньше, если вы прочитаете. Да? Пожалуйста, спросите на утверждение дня. Есть ли какое-то время, которое лучше... Ну, какие-то духовные переживания. Например, я знаю, хороший фильм, но тяжёлый, будет связан с каким-то внутренним внутренним. Или вот внутренним. Не, не надо, не надо. Нет, нет, не надо. Не надо. Нет. Это не называется духовный фильм. Духовный фильм, фильм, который даёт победу над собой. Вот, допустим, он петь, там переживания тоже есть. Допустим, остров фильм. Там есть переживания, да. Но это духовный фильм. Там есть молитвы, есть цветы и всё прочее. Это любое время. Любое время, да. Днём и ночью, круглый год. Ну, ладно, давайте сейчас пока не будем. Вопросы у нас вообще сколько ещё времени? Осталось ответственность полчаса. Сколько времени? Восемь. Очень полчаса. У нас ещё много дней. Час. Спать хочется? Дальше поехали. Итак, режим дня вы поняли. Следующая тема самосовершенствования сегодня – это обеты. Человек должен заставлять себя, давать себе обещания. Но надо понять, что обеты – это функция разума, которая даёт человеку возможность побеждать судьбу. То есть, чем больше человек обетов выполняет, тем больше он побеждает судьбу. Понимаете? Обеты означают, что такое. Я встаю на 15 минут раньше. Это обед. Не на 2 часа раньше, это не обед, это дурдом. Надо обеты давать такие себе, которые ты можешь всегда выполнять. Понимаете? Обет означает, что всегда можно выполнять. Допустим, я каждый день с утра обливаюсь под душем. Перед тем, как дальше что-то делать. Встал с постели, надо идти обливаться под душем. Потому что пока ты не смыл энергию грязи из себя психическую, ты не должен вообще ни с кем разговаривать, что-то делать. Потому что это означает культура жизни. Понимаете? Культура жизни. Вот так надо вставать и обязательно, если нет, допустим, негде под душем мыться, в ванной нет, бывает так люди живут, а просто опёрся водой влажной и всё. Надо это делать каждый день обязательно. Это обед. Обед даётся для чего? Чтобы человек улучшал свою жизнь. Не на спор, пельмени, противень могу съесть. То есть это не обед. Или я могу морду там удать, это тоже не обед. Обед означает работа над собой. Так же можно обед давать, заботиться о ком-то. Допустим, каждый день говорить два ласковых слова жене, не смотря ни на что. Потому что когда говорит жене одно ласковое слово, она ещё как-то нормально. А если два, она начинает жаловаться на жизнь и конец. Всё. Но ты не смотря ни на что, говоришь два ласковых слова жене, всё равно. Всё смогу, я клятвы не нарушу. Это обед означает. Обед означает также. Самое сложное в жизни это отношение. Обед означает не ругаться с сотрудником по работе. Держать дистанцию. Как не ругаться? Надо изучать, что такое отношение. Отношение означает дистанция. Отношение вот здесь всегда происходит. Но внутри, внешне ты можешь ближе с человеком быть или дальше. В зависимости от того, насколько вы с ним похожи. Насколько как бы судьба благоприятна для этих отношений. Понимаете? То есть человек должен близко относиться к тем, с кем гармонии больше. А если меньше гармонии, чуть-чуть подальше. Потому что иначе психика разрушается. И самоконтроля уже не будет. Он как-то такой меня замучил. Это не он тебя замучил, а ты с ним неправильно дистанцию держишь. Дистанция означает открывать сердце. Можно находиться прямо вот так рядом с человеком, стоять в автобусе. Вот так вот. Но ты как бы стоишь о своем, а он стоит о своем, рядом. Вы его любите или нет? Лучше хорошо относиться. Даже если он пьяный. Вот рядом, вот так вот. Рядом едем. Вот здесь. Но так как вы его не трогаете, поэтому у вас на сердце спокойно. Теперь домой пришли, вот жена, она не вот так. Но на сердце неспокойно. Почему? Потому что вы от нее что-то хотите. Когда человек просто желает счастье другому человеку, он самодостаточный. То никто его не побеспокоит. Жена, допустим, говорит. Снимай потинки. Снял. Иди в больную. Пошел. Иди на кухню. Пошел. Все. Все нормально. Никаких проблем. Потому что вы вписываетесь в ситуацию. Приходит домой. Жена говорит. Ты меня не любишь. Что надо сделать? Надо сказать. Прости меня, пожалуйста. Я буду стараться любить. Ну, то есть вписываться надо вписывать в ситуацию. Это не означает отношения. Это означает подчинение. Понимаете? Отношения находятся вот здесь. Отношения означают. Я желаю тебе все счастья. Пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Вспоминать хорошие какие-то вещи о человеке. Это означает отношения. А все остальное это означает просто вписываться в ситуацию. Вот все, что нужно для жизни, ты делаешь. Если надо быть строгим, надо сказать строго. Это означает тоже вписываться в ситуацию. Это не отношения. Сердце не надо здесь проявлять. Сердце проявляется вот там внутри. Но когда люди способны уважать друг друга, с этого момента начинаются отношения. Есть три типа отношений, которые строятся во время уважения. Уважение означает, что энергия любви уже очень много вложена в отношения. Я говорю вот сейчас про это. Энергия любви означает сейчас думать хорошо близким человеком. Подумать сейчас хорошо о близким человеком. Не думается? Не думается. Означает нет отношений. Нет уважения. Вот когда человек энергии вкладывает, вкладывает, вкладывает. Потом раз наступает момент, он чувствует хороший человек на самом деле. Все. Значит уважение появилось. С этого момента могут быть отношения уже вот так. Три типа. Первый тип. Разные отношения. Также супружеские или дружеские – это равные отношения. Второй тип отношений. Отношения к старшему. То есть он старший тебе, наставник. И третий тип отношений к младшему. Это значит снисходительные отношения. Все. Три типа отношений. Нормально. Больше нет отношений. Деловые отношения – это тоже не отношения. Это просто выполнение своих обязательств. Отношение означает сердце, означает любовь. Большинство людей могут отношения строить только в сердце. Потому что к большинству людей, людям у нас еще нет уважения. Это означает неразвитая жизнь. У человека должно быть ко всем уважение, ко всем развиться отношение. Увидел первый раз человека, надо развивать ему уважение прямо сейчас. В своем сердце желать ему счастья. Пробиваешь карму, уважать начинаешь этого человека. Это означает развитая жизнь, за всеми уважительные отношения. Так надо жить. Но ради шансон мешает это делать. Потому что когда человек слушает, он расслабляется, у него психика не работает наружу, на то, чтобы отдавать. А он начинает принимать, примчать, принимает он что на себя? На букву Г я все, понимаете, принимаю. Как хотите, так и понимаете, на букву Г. Может это и хорошее, что-то, ну на букву Г. Да вы слушали, Шансон? А вы? Вот я чувствую, что вы уже привязаны к Шансону. Поэтому спрашивайте меня об этом. А привязаться надо к чему-то другому, понимаете? Манит, 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 карусель, путешествие по замкнутому кругу. Это не то, к чему мы должны стремиться, вот в чем проблема. Мы не должны путешествовать по замкнутому кругу. Мы должны развиваться. Обеты. Они дают силу человеку. Для того, чтобы справиться с событием, допустим, вы не можете устроиться на работу. Вы не можете, допустим, замуж выйти. Не можете преодолеть какую-то трудность судьбы, болезнь не можете преодолеть. Значально не хватает силы. Не хватает силы. Сила получается у человека через обеты. Допустим, я хочу простить человеку вот этому. И буду прощать каждый день по 15 минут, просить прощение. Это обет, который дает возможность построить отношения с людьми. Он такую силу развивает. Каждый обет развивает свою силу. Допустим, девушка говорит, я хочу заботиться о ком-то. Допустим, бабушку помогать какой-то бабушке там. Готовит для нее. Приносит, стучает в дверь, говорит, бабушка покушай, ты голодная. Она говорит, доченька, ты чего же так обо мне заботишься? Вот просто хочу и закончу. Спасибо тебе, моя дорогая, чтобы у тебя хороший муж был. Вот, понимаете? То есть, когда женщина заботится, она получает себе энергию, с помощью которой она создает личную жизнь. Это называется обет. Я бабушку буду кормить. Во что бы то ни стало. Это обет для женщины. Не обет для женщины, я буду 50 раз деревья отжимать. Да не обет для женщины. Обет для женщины означает простить, кормить кого-то, заботиться. Это обет для женщины. Развивает женскую судьбу. Обет для мужчины. Ответственность. Буду всегда вовремя приходить на работу. Это обет. Тихий что-то, да, да, тихий. Спокойно, вы на лекцию уже пришли. Тут такая лекция, знаете, вроде веселая, а как-то тяжело. Да, и не тяжело, нормально. Это трекция про работе над собой. Поэтому про обеты говорим. Как жизнь поменять, как преодолеть трудности судьбы. Допустим, человек, режим дня соблюдать. Буду вставать рано, это обет. Что делать? Здоровый человек делает. Здоровье увеличивается. Более человек тяжело. Но все равно надо вставать вовремя. Это значит, что он побеждает болезнь. Потому что он будет солнце, сила солнца побеждать, и сила луны. Не сам он будет побеждать. Если он не вовремя встает, сила солнца разрушает его дальше, добивает. Понимаете? Он встает вовремя, все, он начинает жить как надо. Все. Не буду гневаться на жену. Это обет. Допустим, раз гневался, раскаялся. Человек не может совсем не гневаться, но он старается. Это обет. Обет что делать? Обет дает силы преодолевать свой характер. Ну, допустим, мужчина не должен говорить, буду ласково разговаривать с женой. Да, я скажу, не говорю. Как бы это хорошо. Но это зависит от жены. Если женщина ласково разговаривает, муж тоже с ней ласково будет разговаривать. Мужчина должен как разговаривать с женой? Спокойно. Учиться спокойно разговаривать. Тогда постепенно ласковые отношения придут. Не надо на нее давить. Когда на женщину давит, мужчина, то у нее и развивается вот это. Вот она не может нормально жить с рядом с этим человеком. Понимаешь, что такое обета или нет? Обеты дают возможность преодолевать препятствия судьбы. Вот если есть препятствия, то надо обеты себе ставить. Обычно у кого есть препятствия, то вот такая жизнь, вот такая. Я не могу на работу устроиться, потому что нет нормальной работы. Нет, вы не можете на работу устроиться, потому что у вас нет строгости в жизни. Понимаете, вы к себе относитесь вот так. Поэтому не можете устроиться на работу, потому что вот так в жизни. Вот так идет, понимаете? Для чего вот так, для чего вот так. Все, два варианта всего. но такого варианта такого нет надо восстать вроде бы вот этого восстать надо и тогда устроишься на работу куда работать идти куда бог дал туда идти зарплата маленькая ничего страшного потом будет большая со временем на этой работе не может быть большая у вас другая будет работать начать работать просто понимаете это обид женщины кивают я говорю мужчинамкий мужчинам сейчас говорю я понимаю женщинам хочет в работом я понимаю я говорю мужчинам сейчас мужчину мужчинам. Вот это, понимаете? У женщин свои помидоры есть, не волнуйтесь. У женщин другие помидоры. Работа означает семья для женщин. Семья, понимаете? Потому что вы, когда на работу идете, вы не работаете, женщины. На работу идете отдыхать от своей работы. Потому что работа у вас настоящая, это семья. Ваша забота, сердце, забота, сердце ваше, это семья. Ваша личная жизнь, забота сердца, там работа, там настоящая нагрузка внутренняя, там. А работа это, это отдых. И женщина не должна думать, что она работе должна посвятить всю свою жизнь. Работа это отдых, хорошо, устала от нагрузки семейной и поработай, ничего страшного, это хорошо. Но это не там жизнь, понимаете, идет женщина, не там у вас жизнь идет на работе, она дома идет. Если вы дома ничего не делаете, как вы дома, вот так, вот так и на работе, это значит, что не жизнь. Это значит, что для женщины не жизнь. Женщина, если на работе вот такая, потом и вот такая, значит, она кислая курица, все. У нее жизни не будет, она протухает потихоньку, все. Уже кислая курица, но скоро вообще больняк будет. Все разбегутся. Может, пойдет к другой курочке. Курица не должна быть кислой, она должна... Бегать по дому, заботиться обо всех. Нужно быть активной курочкой. Активная. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Бегать. Если она бегает вот так, ку-ку-ку, рано или поздно придет в жизни счастье, она снесет яичко и будет вот так. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Значит, кислая яичко, понимаете? Но сначала надо ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку бегать, понимаете? Не просто ходить лежать, как кислая курица лежать. И на работу потом бежать, понимаете? Это не жизнь для женщины. Называется обеды. Не обеды, а обеды. Дальше поехали. Не знаю, как по-украински это звучит. А? Обетянки. Я все ничего не понял, но спасибо. Прощение. Прощение надо обязательно прощать. Кому лучше станет от того, что ты прощишь? Тебе лучше станет, да. Потому что кто проклят, вы говорите, есть проклятие или нет? Есть. Проклятым бывает только один человек, который не простил. Вот он злится на кого-то, злишься на кого-то, ты проклятый, значит. Вот в этом направлении проклятый, в котором злишься, все. Если злишься на бывшего мужа, значит нового не будет. Допустим, муж тебя бросил, ты злишься на него, нового не будет. А если будет, то фиговый. Для того, чтобы хороший муж был, надо простить бывшего, несмотря на то, что он бросил. Простить надо, простить. Потому что это судьба наказала. Надо ее простить судьбу, и тогда она будет дальше к тебе хорошо относиться. Потому что та же судьба новая, нового мужа, та же самая судьба, которую ты не любишь, не любишь, ее надо простить. Это очень трудно, это год, может, полтора, два понадобится, чтобы простить. Но надо это сделать, иначе не будет никакой жизни. Пока не простишь, не будет никакой жизни. Никаких вариантов. Понятно? Дальше. Родители плохие. Я говорю, родители плохие. Не почему, а плохие просто. Почему они плохие? Потому что ты наказан просто в жизни всю. Надо прощать родителям. Прощать, каждый день прощать. Они каждый день плохие, тебе каждый день надо прощать. Особенно, если ты с ними живешь, вариантов по-другому жить. Нет. Надо прощать каждый день. Почему? Потому что иначе жизни не будет хорошей. Не будет. Если матери не простил, значит, не будет хорошей жены. Если отцу не простил, значит, в обществе развития не будет у человека. Вот не простил отцу, не будет социального развития общественного человека. Нет силы, не будет сил нормального отношения в обществе. Отцу не простил. Надо простить, какой бы он ни был, не имеет значения. Это и есть твоя судьба. И простить надо обязательно. Если тебя люди злые, подлые люди плохо тебе в жизни сделают, надо простить их. Потому что если ты не простишь этих подлых людей, то ты опять уязвим. Дальше опять подлые люди тебе будут продолжать плохо делать. Первая капля, понимаете, плохо подлый человек сделал, допустим, подножку на улице поставили, не простил, думаешь о нем, дальше тебя могут сбить на машине. Еще хуже будет, понимаете? Под судьбой нельзя сражаться, надо всегда ее прощать, нельзя сражаться с судьбой. Воевать можно, можно даже на фронте воевать, убивать людей ради Родины можно. Бог говорит, пожалуйста, защищайте Родину, сражайтесь, нет проблем, это не греет. Но сердце должно быть твердое, спокойное и прощай. Если ты разгневался на противника, ты будешь убить, значит, этим противником. Таков закон. Сильный воин, непобедимый воин, это тот, который способен знать, что я должен уничтожать противника, но в сердце у него хорошее отношение к этим людям. Он уважает, как бы, этих людей. Уважает. Он понимает, что они глупые, они неправильно себя ведут, зачем они на нас упадают, но он уважает все равно. Читает, что этот человек может быть хорошим. Но я сейчас должен его убить. Это наказание. Все. Наказывать можно с добрым сердцем. Если ваш сын принес двойку, надо простить его, не надо его наказывать сразу. Вообще ничего не делайте с ним, оставьте его в покое, прощайте в сердце. Отойдите от него, отодвиньтесь психически, прощайте, прощайте, прощайте его. Когда простили, можете дальше сесть рядышком, поговорить с ним. Потому что если он получил двойку, это значит два варианта. Или он катится вниз, или его уничтожают. Потому что если он просто обленился, значит он катится вниз, значит надо его наказать. Поставить в угол, что-то сделать, но с добрым сердцем. А если он получил двойку от того, что его замучила учеба, деятельность, та деятельность, которая ему ни по природе, ни по душе, это значит, что его уничтожают. Уничтожают в нем творческие способности, уничтожают в нем разум. И надо разобраться в этом вопросе, почему ребенок получил двойку. То ли ему не надо вот сильно погружаться в этот предмет, потому что это разрушает его жизнь. Потому что ему надо погружаться в другой предмет, который должен развиваться в его сердце сейчас. Несмотря на то, что преподаватели заставляют получать пятёрки, родители должны определить, куда направить своего ребёнка. Означает внимательно посмотреть, наказать или спокойно отнестись. Не может он математику учить, сказать преподавателям, мой сын не может математику учить, у него нет силы, способности на это. Он будет развиваться в сторону рисования, искусства, но не в сторону математики. Потому что у них нет таких способностей. Это означает сила человеческого разума. Мы привязаны к отметкам, а не к детям, отсутствие любви. Почему? Потому что тупость человеческая так заставляет. Родители должны увидеть, куда развивается ребёнок, а не пытаться его куда-то давить, заставлять. Если не его заставлять, то означает, что с ним происходит? Он деградил, он тупеет, он не знает, как дальше жить. Потому что разум не развивается в сторону насилия. Разум должен почувствовать энтузиазм. Он движется в сторону энтузиазма. Поэтому детей надо поощрять в энтузиазме и сдерживать вот эти попытки приковать ребёнка к тому, что у него не получается в жизни. Никогда не получится. Потому что меняется психика человека за жизнь. Вот ему математика не получается, она всю жизнь не будет получать. И так прощение означает облегчить жизнь себе прежде всего. Потому что потом будешь сам горючими слезами плакать, что твой ребёнок двоечником стал. Но он тупел совсем. Как сделать так, чтобы ребёнок тупел? Приковать его внимание к тому, что не является его природой. Допустим, математика не получается. Заставьте его побольше математику делать. Он тупел, и вы будете страдать от этого. Надо простить судьбу. Вот я живу в Днепропетровске. Мне тяжело. Простите судьбу. Вам хорошо, что вы живёте не в Никарагуа, а в Днепропетровске. Я провёл анализ тех эмигрантов, которые только уехали. Из два тех моих эмигрантов, внимательно слушайте. Одни эмигранты уехали, потому что судьба позвала. Ну так, как судьба зовёт? Она выпинывает просто человека. Заставляет ехать. У тебя нет вариантов, тебе придётся ехать. Ты едешь, как бы ты не хочешь там жить, но едешь. Там будет счастье твоё. Ты будешь там чувствовать себя счастливым потом. Вторые, второй тип эмигрантов. Дёрнули из какого-то места, чтобы просто жить получше. Он приют до Женейра, там, туда-сё. Сан-Франциско. Счастливая жизнь. Германия. Хорошая работа. Италия. Побережье. Брецилы кобылы. Та означает. Пять лет страданий. Пять лет как минимум. Вот сколько я не общался со всеми людьми, которые просто уехали для хорошей жизни куда-то. Пять лет страданий, потом еле-еле живут, как могут. Но возвращаться уже не могут, привыкли там. Вот сколько я не общался, много людей общался. Я там в Германии лекции читал, в Америке лекции читал, в Венгрии лекции читал, в Бельгии лекции читал, в Литве, в Латвии, в Эстонии, везде одна и та же песня. Смылись? Мучаются люди. Почему? Потому что кажется только, что там лучше. Допустим, в Германии. Едешь по Германии, чистота, блеск, домики все ухоженные, такое всё, аккуратность такая. Думаешь, блин, как классно здесь жить. Это лишь внешняя часть. Потому что там есть то, что русский человек не может перенести. У русского человека творческая природа. А германцы, они конкретно такие очень жестко практичные люди. А практичность и творчество — это разные вещи, понимаете? То есть, делай так, и всё. Хандыков. Русский человек не может так жить, понимаете? Они плачут горючими слезами. Почему? Потому что они могут хандыков, понимаете, жить. Надо вот иногда вот так, иногда вот так. Всё. У русского человека такая природа. А там нельзя, там нет шаг в сторону, расстрел. Там нельзя. Там Германия, понимаете? Я так говорю или нет? Кто в Германии был? Несладко в этом плане. Есть ещё один там несладкий вкус. Это осуждение тех, кто хуже. Не выучился — козёл. С другой стороны, приехал — козёл. Всё. Жить невозможно. Плачут. Плачут, не жалея слёз. Там живут несчастные люди, дикоры. На лицо ужасно недоброе внутри. Понимаете? Почему они там живут? Потому что смылись с Родины со своей. Поэтому будьте осторожны. В этом заключается проблема. Что человек должен внимательно следить за тем, что он должен простить своей судьбе. Я живу в Днепропетровске, и это хорошо. Потому что в других местах было бы ещё хуже. Надо простить своей судьбе. Я живу вот с этой женщиной. Я провёл опрос. 90% людей считают, что им в личной жизни не повезло. Что не тот человек достался. Знаете почему? Потому что они знают, что такое личная жизнь. Личная жизнь не означает балдёж. Личная жизнь, прежде всего, предназначена для наказания. Человеку дается. А потом, когда он справляется со своим судьбой, он получает то счастье, которое хотели большевики. Понимаете? Оно сбылось. 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 Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. Понимаете? Это сбылось, когда уже человек сильно потрудился. Он победил судьбу. И тогда уже всё пошло работать как надо. Там, потом. А сначала мучение. Всегда у всех. Всегда. Нет, сначала бархатный сезон. Медовый месяц. А потом мучение. А потом, если победил судьбу, будет всё у всех. А мы как думаем, не повезло. Другого надо. Другого. Вот это означает, не принял судьбу. Нет прощения в сердце. Надо просить судьбе, просить мужу. И принять всё это прощение. Потом дальше, после прощения, идёт принятие. Не смотрите так на меня. Я не виноват. Это правда. Так прощение даёт возможность человеку жить. Пока он не простил, он проклятый. Он хоть проклятый. Вот сейчас протестируйте себе. Чего вы не простили? Не простили работе. Не простили дому. Что у вас дом не тот. Жильё не то. Долги. Не простили права. Не простили. Не простили. Родители не простили. Вот там и будут страдания. Проклятие там действует. Где человек не простил судьбу, там действует проклятие. Вся грязь, вся дрянь будет валиться там на него. Вот сколько у меня должно быть долгов. Сколько вот есть, столько и должно быть. Это хорошо. Для меня это хорошо. Я буду их стартовать потихоньку. Это хорошо для меня. Вот эти долги. Всё. Больше мне не надо. Это плохо. А вот это хорошо. Всё. Давайте, давайте, старайтесь. Старайтесь. День Хартмана не слышит. А? День Хартмана. Так. Сужается. Так. 2012 год. Законит. 2012 год. Что будет? Кто-то помрёт в 2012 году. Кто-то помрёт уже. А кто-то ещё и не помрёт. Вот что будет. Так это у вас. Ну, больше ничего не будет, понимаете? Вот будет то же самое. Всё. Потому что, когда люди орут о чём-то, это значит, ничего не будет. Сейчас проведём статистику. Вот кто из вас увидел, что когда люди паниковали, чего-то кричали, и это сбилось, поднимите руку? Вот паниковали, и сбылось. Поднимите руку. Пять человек. Нет, это не притч, притчуство по-другому действует. Я сейчас вам объясню, как оно действует. Паниковали, и сбылось. Шесть человек, семь человек. Паниковали, и не сбылось. Поднимите руку. Смотрите в зал. Пуча народу, видите? Остальные все воздержались. Примятые единогласные. Так вот, знайте, что смерть и плохая судьба приходят незаметно в жизнь. Это всегда приходит так, что никто не чувствует, не знает, не понимает. Неожиданно приходит всегда. Когда человек перед тем, как человек умерет, он долго мучается сначала, да? Или совсем не мучается. Но всегда, перед тем, как человек умерет, даже если он попадает в несчастный случай, у него три дня эйфория идет. Перед тем, как ему погибнуть в автокатастрофе, или он становится безрассудным немножко, понимаете, от эйфории. То есть, когда смерть приходит, она окутывает человека ощущением вот того, что все нормально. Человек болел, у него 40 температур, ему плохо, и раз в какой-то день ему стало лучше. Он такой раз поправляться начал. Это значит, что через три дня помрет. Не смешно, я вам правду говорю. Я не говорю про выздоравливать. Я говорю, болел, и так резко раз стал лучше. Он эйфорию вошел. У него психическое такое состояние, такое балдежа. Он видно, что он помирает. Он такой, а, у меня все хорошо, все классно. Понимаете, значит, смерть пришла уже. Она окутывает сознание, и человек его расслабляет. Она смерть, может, сознание, плохая судьба, может, всю страну окутывать. Перед тем, как начинаются тяжелые страдания в стране, она приходит и окутывает за месяц где-то. Воспаленное солнце тихо с миром прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. И смотрите, человек о прощании поет, как сладко. Это вот эти песни вот этих передвоенных лет. Они очень сладкие. Почему? Потому что люди испытывали глубокое счастье. Пришла вот эта энергия. Они расслаблены были. Германцы подошли уже к границе. Все балдели ходили. Почему? Потому что так действует ситуация. Незаметно приходит. Если я ору, ты нашли год, ты нашли год. Это значит, что ничего не будет. А те, кто орет, их надо расстреливать. По крайней мере, попытаться расстрелять. Поставьте его в стену, перестань орать. Добавил? И все. Потому что те, кто создают панику, это люди, которые совершают греховные поступки в жизни. Это грешники. Они создают хаос. Некоторые из них интеллектуалы. Они говорят, астрологи великие. Все будет плохо. То есть люди интеллектуальные, когда говорят, все будет плохо, это тоже паникеры, только другого звена, интеллектуального звена. Эти люди за свои предсказания будут серьезно отвечать потом. Они будут за это очень сильно страдать. Потому что они создают хаос. Но никто не знает, когда придут страдания. Потому что эта информация скрыта. Она тайная. Смерть и страдания приходят со спины неожиданно. Никто не знает, когда они придут. Предчувствие — это хорошо. Как происходит предчувствие? Когда человек предчувствует что-то, он перестает орать и паниковать. У него зыбь, стужа внутри наступает. У мужчин появляется, подергивается левый глаз. Друга жит, левая рука, немеет, левая часть тела, как бы. Ну, то есть и стужа внутри, в сердце холод. У женщин появляется подергивание правого глаза. Правое, сводит правую часть тела. Холод вот здесь, справа наступает. И человек чувствует стужу внутри, то есть леденеет все. Это означает плохая судьба. Но в это время он не орет. И говорит, ай, двенадцатый год, не орет. Он просто замолкает. Человек, когда трудности приходят, он становится серьезным. Он замолкает, но он не верит в это. Не верит в что-то будет. Страшно верить в это. Когда трудности приходят, в них страшно верить. Поэтому люди об этом не говорят. Они молчат об этом вообще. Все молчат. Настоящее тяжелое событие, когда приходится и молчат. Вот, допустим, настоящее тяжелое событие было в России совсем недавно. Она заключалась в том, что всю Москву заволокло огромное количество дыма. Люди задыхались, попадали в реанимацию и мерли как мухи. Ни одной из лодки новостей по этому поводу. Ничего, тишина в студии. Два месяца Москва задыхалась, тот мог, смотался оттуда. Все остальные просто не могли дышать. Морги, больницы переполнены больными были. Все, тишина в студии. Никакого интернета, никакой информации. Настоящее, когда события приходят, все молчат. Это было настоящее событие. Но все молчали. Почему? Потому что так всегда бывает. Если орут, значит этого не будет. Сто процентов. Следующий важный аспект самосовершенствования. Мы сейчас говорим о самоконтроле, о самом начале. Если человек этих вещей не делает, он не может заниматься самоконтролем. Если человек не простил судьбе, не будет самоконтроля. Если человек обеты не делает, не ставит перед собой. Ничего не будет в жизни хорошего. Если человек не соблюдает режим дня, значит ничего хорошего в жизни не будет. Это то, с чего надо жить начинать. Самоконтроль означает победа над судьбой. Что значит самоконтроль? Самоконтроль не означает, сколько я пива могу выпить. И самоконтроль также не означает, сколько я могу сексом продержаться, заниматься в течение дня. Это не самоконтроль, это дурь называется. А вот самоконтроль означает победу над своей судьбой, способность победить судьбу. Означает, что всё плохо, а вот здесь хорошо. Не потому хорошо, что я отупел, а потому что это победил всё уже внутри себя, победил. То есть у меня нет работы, но я знаю, что всё будет нормально. Мы когда уехали сюда, мы опаздывали на самолёт. Мы за одну минуту до конца регистрации попали туда. И у меня внутри было внутреннее, всё будет хорошо, такой силы внутренней, всё будет нормально. Означает победа. И знаете, как было? Мы подходим, и вот женщина, которая на паспортный стол, там такой аэропорт, терминал С в Шереметьево, там почти никаких вылетов нет. И там одна всего стойка работала, и женщина уже ушла, уже пошла уходить. И в это время мы заходим, она раз нас увидела краешком глаз, вернулась. Потом, мы когда зашли уже туда, вот где вот это, багаж дают, тоже никого нет, пустой терминал, и женщина уже дверь открывает, уже ушла, уже открывает дверь. Раз, обернулась мы идём, вернулась назад. Это называется самоконтроль, понимаете? То есть ты пробиваешь сердцем в свою ситуацию. Ты веришь, что всё будет хорошо. Называется самоконтроль. А также. «Вею в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня тёмной ночью спасала». Это тоже самоконтроль. Вера близкого человека, тоже самоконтроль. Это уже более высокий тип самоконтроля. Потому что мы, как думаем о близком человеке, гад такой надаёт, как добавит. Вот это не самоконтроль. Самоконтроль означает способность победить эту силу в себе, прощением. Если ты не простил, значит жизни нет. Проклятие входит в эту сферу, и не даст тебе жизни. Одно непрощённое желание, одно только, что чему-то ты одному не простил в жизни. Всё, жизни не будет. Документы, договор заключил, допустим, человеком, он тебя обманул. Не простил ему, бизнеса не будет. Всё, бизнес разрушен. Надо простить, иначе бизнеса не будет. Дальше. Смирение. Смирение — это и результат всего самоконтроля, и начало самоконтроля. Смирение означает, что человек должен убедить святость в своём сердце. Вот, допустим, изображение святого человека. Где святые? Все говорят, где святые? Святые. На иконах. Начнём с этого. Берём изображение святого человека и начинаем ему поклоняться. Вот есть, никто не будет спорить, допустим, там, есть святые люди на земле. Никто не будет спорить с этим. Уже они святые. Чё спорить-то? Человек связан со всеми. Вот кому он поклоняется, с тем он сразу достигает этой личности. Мы никто не умирает, все находятся в этом мире. Поэтому даже в другом мире, если уходит человек, мы всё равно его можем найти в своём сердце. Мы должны беречь в сердце святость человека. Мы бережём в сердце всё, что угодно. Своих животных бережём, собачки бережём в сердце. Некоторые вообще с ума сходят. Они вообще непонятно, что бережут в сердце. Берегут в сердце. Яблоки на снегу, розовые на белом, что же мне с ними дело? С яблоками на снегу, яблоки на снегу. Я в памяти берегу, яблоки на снегу. Понимаете? В памяти своей надо беречь святого человека. Вот здесь вот в сердце память. Память находится в сердце, вот здесь. Надо беречь там святого человека. И тогда удачная успеха, у человека удача в жизни приходит. Где святого человека взять? Любую возьмите икону, поклоняйтесь. Изучайте, это называется духовное знание. Вот это есть с этим человеком? Он святой или нет? Как определить? Начинаете поклоняться, жизнь меняется. Представьте, кланяйтесь просто изображению святого человека. Кланяйтесь, кланяйтесь, кланяйтесь. начинает чувствовать от него какое-то счастье идёт. И жизнь меняется, сама жизнь, работа находится, всё, начинает удача, приходит в жизнь человека. Вот это называется самоконтроль, смирение. Человек подчиняет себя чему-то. Как победить судьбу? С помощью силы. Внутри нет силы. Если у вас есть внутри сила, пожалуйста, используйте её. Все люди всегда её используют. Если ты можешь сам вылечить болезнь, сразу она будет вылечиваться сама. Потому что любой человек всегда свою силу отдаёт сразу. Допустим, можно своими силами построить дом. Он будет строиться сам, без всяких проблем, не надо напрягаться. У тебя есть на это сила. Если ты можешь на работу устроить своими силами, ну ты устроишься спокойно. У тебя на это есть замуж выйти силу, выйдешь замуж. Но из 100% случаев только 30, когда есть своя сила. А человек должен жить в 100% случаев. Поэтому 60% означает поклонение, означает смиренное отношение. Надо учиться смириться, смиренно относиться, то есть кланяться, понимаете, то есть святость принимать. Святость приняли в жизни, она теперь помогает тебе жить. То есть другая сила выше тебя появилась, не твоя заслуга. Видите, молодой человек сказал, это всё из-за вас, Олег Геннадьевич. И он ошибается. Потому что это всё не из-за меня. Потому что Олег Геннадьевич точно так же в бананах ходит, как и вы. Уменьшается на наушниках. И точно так же, Олег Геннадьевич точно так же слушает, понимаете, лекции каждый день. Точно так же, как вы, вдохновлён чем-то в своей жизни. Потому что Олег Геннадьевич точно так же и есть старший, как у вас. И поэтому вы получаете от этих старших через меня то, что меняет вашу жизнь. В этом заключается знание, а не в чём-то другом. Понимаешь? А? Кто вас старший? Мой духовный учитель, мой старший. Сколько лет по его успеху? Кто самый старший? Самый старший не тот, кто стал президентом страны. Высший это Бог. Самый старший это Бог. А с Богом связаны только святые люди. Простые люди. А? Имя Бога. Имя Бога. Узнаете. Узнаете. Кто? Кто говорится? Поднимите руку. Кто говорится? Я хочу видеть лицо. Ага. Всё. Понятно. Всё. Я хочу узнать, о ком вы говорите. Да? Да? Хорошо. Хорошо. У меня встречный вопрос к вам. Вы самое сокровенное своё вот так во всеуслышание говорите, нет? Имя своего Бога могу сказать открыто. Потому что если я молчу об имени Бога, то получается, я не открываю старшего, а если я не говорю о старшем, я лукавый. А кто лукавит? Лукавый лукавит? Вы лукавите. Я могу сказать, вы спросите. Нет, это не означает, что не лукавит. Лукавость означает, что человек говорит о Высшем, о злобу в своё сердце таит. А вы её в своём сердце сейчас таите. Потому что вы меня спросили, не с добровым. Понимаете? Вот это означает лукавость. Понимаете? И лукавость не означает, что человек кричит о правде, которую он... Нет, голубчик, вы кричали не потому, что услышали, а потому, что вы себя показываете сейчас. Так вот, я вам сейчас объясню. Хорошо. Выбирайте себя. Хорошо. Можете сесть. Можете сесть. Хорошо. Можете сесть. Я вам отвечу на вас вопрос. Здесь собрались люди разных духовных традиций. Вы успокойтесь сейчас. Успокойтесь. Хорошо. Вы успокойтесь сначала, потом я вам расскажу кое-что важное. То важное, которое сохраняет мир на земле. Так вот, знаете, что все войны, которые происходят в этом мире, возникают только в результате религиозной нетерпимости. И когда люди начинают давить своими религиозными взглядами на других людей, открывая им свои глубокие религиозные чувства и пытаясь эти глубокие религиозные чувства воспетывать во всех остальных, эти люди на самом деле и разжигают войны. Потому что есть разные религиозные чувства. Есть религия, допустим, атеизм, тоже религия. Или, допустим, нацизм, это тоже религия. Есть религии, которые связаны с Богом, это хорошие религии. Есть религии, которые не связаны с Богом, это плохие. Но всегда, когда люди пытаются свою веру поставить выше, чем другую, они всегда разжигают злобу. Потому что на самом деле вера — это очень глубокая, интимная вещь. Она должна жить в сердце человека. Я не скрываю своего духовного учителя и свое отношение с Богом. Я не скрываю. Но я эти лекции читаю для того, чтобы воспитывать в людях любовь к Богу, в той традиции, в которой они находятся. Поэтому если я сейчас буду рассказывать о своей традиции, рассказывать о том, как я отношусь к Богу, то это означает, что те люди, которые слушают мои лекции, они начнут входить в беспокойство. Они подумают, а у меня другая традиция, надо ли мне слушать эти лекции? И так далее. Начнутся большие проблемы в сердце у человека. Он будет думать, что это такое, может меня куда-то тянут? И вы сейчас разжигаете это в сердцах людей. Не я разжигаю, а вы. Понимаете, это происходит из-за того, что в вашем сердце живет зависть к Богу. Потому что Бог на самом деле, Он не делает людей над традицией духовной. Это люди фанатично настроенные делают. И они кричат во всеуслышание, я могу сказать имя своего Бога. А нет своего и твоего Бога. Есть только один Бог, который имеет много имен. Он дает знания людям, каждой духовной традиции свое. Каждой духовной традиции свое знание, понимаете? И люди, и традиции духовные делятся по тому, что у людей разные наклонности внутренние. Допустим, мусульмане, они по одному Богу воспринимают. Они не могут по-другому воспринимать. Или буддисты по-другому Бога воспринимают. что христиане по-другому Бога воспринимают, понимаете, иудаисты по-другому, и нельзя людям навязывать восприятие Бога. Это самая сокровенная вещь. Она настолько глубокая, что нельзя ее даже в присутствии всех людей обсуждать. Потому что на самом деле надо понять одну вещь, что если вы хотите беседы о Боге, тогда вы должны прийти туда, где люди совершают религиозное собрание, понимаете? То есть, допустим, есть собрание в такой-то вере, и там говорят о Боге. О Боге глубоко можно говорить только внутри веры. А у нас с вами нравственная беседа. Она не является религиозной. Попытайтесь это понять. И поэтому я не хочу сейчас эту тему раскрывать. Я буду завтра в ведическом храме с утра читать лекцию о Боге уже в другом аспекте, в религиозном. И соберутся люди, которые занимаются в этой культуре духовной, и они будут слушать эту лекцию. Но здесь другая лекция, понимаете? Она предназначена для всех. И я не хочу выделять свою веру перед теми, кто имеет другую. Я глубоко ценю и уважаю веру любого человека. И не хочу сейчас провозглашать то, что от меня провозгласить потребовали. Итак, смирение означает, что человек предает себя наставлением старшим. Также предает себя Богу. Это важно знать. Но мы об этом будем говорить на последней лекции. На лекции о духовном самоконтроле. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, что надо развивать смирение в себе. И смирение означает, что ты принимаешь любого человека. Любого человека. Надо просто учиться кланяться мысленно людям. Это очень важная практика. Люди бывают разными взглядами. Они могут вести себя хорошо или плохо. Они могут совершать ошибки. Они могут даже наказывать нас за наши грехи. Но все равно мы должны учиться смиренно относиться к ним. Означает, не я лучше, а ты хуже. Означает, что я на самом деле недостойный человек. По отношению ко всем остальным это означает смирение. Понимаете? Смирение означает не ставить себя выше. Это очень важно. Когда человек смиренно себя ведет, то у него разум очень спокойно и правильно настроен. Вот, допустим, человек зачитал диссертацию, допустим. У него два варианта жить. Или он остается таким же смиренным, или он начинает считать, что он лучше других. Вот это вот желание считать у себя лучше других, оно закрывает разум. Энергия определенная, которая называется гордость. Эта энергия рушит жизнь человека. Допустим, человек может быть начальником. Это хорошо или плохо? Очень хорошо. Очень хорошо. Это значит, что он помогает жить людям, берет за них ответственность. Единственное условие, он должен быть смиренным. Он должен чувствовать себя слугой по отношению к этим людям. Слугой не означает их баловать. Он может их наказывать и должен их наказывать. Но он наказывает, как слуга, чтобы помочь человеку. Понимаете, это не злоба. Это совсем другое чувство. Человек может быть подчиненным, но он тоже должен быть смиренным. Должен тоже считать. Все люди должны считать себя слугами. Душа, вот мы души. И душа, знаете, как душу почувствовать? Когда человек очень интенсивно Богу молится, то в какой-то момент он начинает чувствовать, что он уменьшается. Психически уменьшается. У нас меньше, меньше, меньше. И в какой-то момент, пац, он начинает чувствовать себя вот здесь. Маленьким и могущественным. Потому что духовная искорка, она обладает огромной силой. Эта сила имеет божественную природу. Но чем меньше человек себя чувствует, тем он могущественнее становится. Но эта могущественность его, она не означает... Понятно, здесь минут осталось. Жизнь кончается, и лекция тоже кончается. Эта могущественность не означает, что он может много сам. Когда человек становится маленьким и смиренным по отношению к этому миру, он начинает чувствовать, как этот мир действует, он вступает в ней с ним в гармонию. Понимаете, в гармонию с этим миром. Означает сила человечества. Сила человеческая означает войти в гармонию с той ситуацией, которая сейчас произошла. Вот смотрите, допустим, у вас ничего не получается в жизни, все очень плохо сейчас. Поднимите руку у кого? Это хорошее время в вашей жизни или плохое? Хорошее. Я вам скажу, не хорошее, а самое хорошее. Потому что в это время устанавливаются ваши отношения с высшими силами. Человек переживет для личного счастья. Это то, ради чего мы хотим жить. Мы постоянно об этом думаем, чтобы у нас такая жизнь была, удалась. Или человек лишается личного счастья. Это значит, что в это время Бог с ним хочет установить отношения. Но мы из-за скупости постоянно в это время ждем личного счастья дальше, дальше, дальше. И это время, когда Бог хочет установить личное отношение, оно проходит. Это означает потери времени, понимаете? Зря человек теряет время. Но при усмирении человек говорит, а я согласен с тем, что судьба моя со мной сделала. Я согласен. Он говорит вот так вот. Скажите вот так вот своей судьбе сейчас. Я согласен с тем, что судьба со мной сделала. И в этот момент вы установите отношения с Богом. Потому что в это время, это время предназначено не для наслаждения. Оно предназначено для того, чтобы работать над собой, молиться. Понимаете? Это факт, что надо и кушать, и все. Но понимаете, когда вы начинаете принимать правильную позицию, Бог о вас позаботится. Допустим, человек не работает, у него нет возможности сейчас работать. Он начинает в молитве жить. Бог заботится о нем. Это значит, что в нем будет покушать, друзья принесут. Или где-то подвернется какая-то работа, которая даст ему возможность жить. Понимаете идеи? Он переключился в сознание. Допустим, ушел близкий человек. Не плакать надо. Надо понять, что это время для Бога предназначено. У вас было время для счастья, а теперь время для Бога пришло. В это время не плакать человек должен. Он должен принять судьбу. И сказать, Бог, я для тебя тоже могу жить. Не только для тебя, для себя. Понимаете? Вике вам легче стало. Потому что я сказал правду. Правда всегда дает человеку возможность быть счастливым. Правда заключается в том, что иногда человек для себя может пожить, а иногда Бог не дает для себя жить. Он говорит, не будет у тебя сейчас счастья, потому что ты должен жить не для себя сейчас, а для меня. И человек должен скулить и молиться Богу в это время. В радости внутренней молиться Богу. Потому что снаружи радости в это время не будет. Хоть молись, хоть не молись, все равно радости не будет снаружи. Но если ты будешь молиться, у тебя внутри радость появится. Потому что если ты не будешь молиться в это время, когда судьба плохая, у тебя даже внутри радости тоже не будет. Это означает, что жизнь совсем пошла под откос И начнут развиваться болезни И рушится судьба Человек может психически сломаться от этого Это означает бунт Человек должен принять судьбу Это называется смирение Не надо бунтовать Вот такая жизнь идет и хорошо Ко мне вчера в Москве лекция была вечером Столько же людей, сколько у вас было Чуть побольше Там человек 900 пришло И знаете, ко мне подошла одна женщина В конце лекции Она мне рассказала, вот это вот не получается У меня нет личной жизни, нет того, того, того Я посмотрел на нее, я хотел найти хоть какую-то возможность Я не нашел Я говорю, у вас не будет личной жизни У вас не будет личной жизни пока Вот самостоятельно вы не можете Уже этой жизни получить личную жизнь Она говорит, почему? Я говорю, потому что вы начинаете отношения Вы не можете терпеть человека Просто рядом с собой человека Вы не можете терпеть Вас начинает холбасить И все, и все Она говорит, точно И поэтому все разрушается Я говорю, знаете, что нужно вам сделать? Вам надо год жить в монастыре Или просто жить в кран Ну как-то жить для Бога Лучше всего в монастыре На год в монастырь идти И тогда вы победите судьбу Я посмотрел, сколько времени Год, думаю, хватает И она, знаете, Аликина Ильич говорит Вот знаете, я вот как-то Я не пойму, почему Я поехала в монастырь на неделю Зачем я это сделала, не знаю Ну так-так хорошо было Я целую неделю жила Думаю, наверное, мне это не надо И уехала Я говорю, видите, на год И она такая, знаете Села такая, начала на меня смотреть Говорит, а хоть какая-то возможность есть? Я говорю, нет никакой возможности Не будет личной жизни Надо год жить в монастыре И она пошла думать об этом Это означает настоящий человек Сильный, понимаете? Вот судьба дала такую вот испытание Надо ее принять Человек не должен думать, что вот А вдруг все нормально будет? А вот нет Не будет все нормально Надо принять судьбу Как Высоцкий пел Принял полю на вздохе Чтобы солнце взошло на востоке Понимаете? Это и есть настоящая жизнь Человек должен принимать судьбу Время закончилось Надо принять судьбу Я хочу Вам сказать о том Что у нас сейчас еще есть Необходимость пожелать всем счастья У нас следующая часть Практическая часть Нашего занято Первый раз Они, может, не знают Но я Вам расскажу Что самоконтроль Означает деятельность Мы завтра будем На записки отвечать В начале лекции На эти записки Я буду в начале лекции Завтра отвечать У нас можно лекцию начать? А, нет У нас презентация живая А мы, может, знаете, как Можно лекцию начать, допустим Пол шестого Можно? А потом презентацию Ну подумаем Ну, если пока собираются Буду на ответ на вопрос И посмотрим Так, смотрите Когда человек Свершает усилия над собой И повторяет одно и то же То это означает Развитие разума Или победа над судьбой В нашей жизни Обычной жизни Кто не занимается Вот серьезно Изучением Вот этой темы Практически не бывает Такого времени Когда мы сели И просто работали над собой В основном Люди заняты Внешним чем-то в жизни А вот это время Оно уникальное Смотрите Здесь сидит Восемьсот человек Сейчас все вместе Мы и сядем Представим перед собой Святого В своей духовной традиции Не обязательно Говорить какой В своей Духовной традиции Представляете Святого человека Или если Вашей духовной традиции Нельзя этого делать Допустим В исламе нельзя Представлять человека Можете представить Святую книгу И начинайте кланяться К этому объекту Надо кланяться С чувством Понимаете И повторять вслух Вот здесь от сердца Вот здесь повторять Я желаю всем счастья Видите от сердца Разница Допустим Как не от сердца Можно горлом повторять Я желаю всем счастья Или от ума Я желаю всем счастья Блин Только можно Желать Вот То есть Понимаете От сердца Означает жизнь Надо принять Что вам придется Сейчас сидеть Десять минут И повторять Я желаю всем счастья Принять это В свою жизнь Десять минут Не потеять Принять Принуть Десять минут Желать всем счастья И потом нормально Жить целый день Завтра Когда человек кланяется Он должен Понимать Что счастья Вот здесь Нет А там Есть И ты кланяешься Этому святому человеку И В это время Оттуда Приходит Суда И когда пришло Не надо это смаковать А надо сразу же Отдать Тому Кто нуждается У вас у всех Есть нуждающиеся люди И мы должны Им обязаны Отдавать счастье И вот сейчас Мы будем этим заниматься Надо повторять Все вместе Не надо вытендриваться Быстрее повторять Там Или Медленнее Просто все вместе Хором На одну волну Настроить Можно Я желаю Семь Счастья Я желаю Семь Шесть Я желаю Семь Счастья Я желаю Семь Счастья Я живаю 7-6. 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 Я живаю всем счастье. 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 Я живу всем счастье. Я живаю всем счастье. Всем привет.